Ань, ты потом мне объяснишь, где ее скачать, откуда? Да, ну вот в аккаунте Zoom там появится запись. Можно проверить, с какого ряда слышно аудиторию. Меняется, нормально, да? Да, да, все, меняется. А что, вроде бы у нас, нормально. Слушайте, а тут, понимаете, давайте обносим кучу и заранее перетеним. Вдруг не будут вопросы, салон от них, с киношком. Киношка всегда лучше, чем будет там. В принципе, можно флешку, наверное, уже достать, если ты не скачешь, как первым я работаю. Или там у вас какие-то связанные материалы? Нет, я уже подстала. Я поэтому вставлять не стала видео, потому что не объяснил. Один раз сработает, а потом раз не сработает. Это очень трудно обращается. Вот, соответственно. Мы тогда можем сейчас пока убрать и куда-то на стол кинуть к киношку. А демонстрация всего экрана или только показы слайдов? Ну, я так понимаю, слайдов. Так, он вообще ее увидел в нючку. Хорошо, хорошо. Там бывает режим, что... Может быть, с проводами что-нибудь? Транслируются слайды все еще. То есть там... Ну, потому что я включил демонстрацию презентации. А может быть, лучше экран тогда, если какие-то еще дополнительные материалы переключить. Хотя тогда будет видно... Будет перебираживаться в окошке зима. А он сейчас уже тот самый. Видимо, не хватает питания через хапку. Так. Римон на пункт. Римон. Римон. Да. Можно на пункт заданную. Так, есть монтажный. Несвободный. Так, есть монтажный. Так, ну, если вы хотите переключаться и в процессе... Нет, 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 нет. Это на всякий случай есть вдруг. Потому что, когда нам все-таки... Нет, мы сейчас просто... Пусть он там поживет, а потом уйдем на... Как было на презентацию? Так, так, так. Так. Это время на зубе. Ну, что обрежем? А можно остановить рекординг? Прогресс убрать, и мы все равно... Ну, в принципе, можно остановить и начать заново, чтобы не отрезать. Я хотела еще обратить внимание, что, вероятно, если вопрос из зала будет плохо слышно в зуме, и удобно их коротко повторять, прежде чем отвечать, тогда точно запишется. А вот. Вот этот файл... Вот этот файл... Так. На стол. На стол. Сейчас. Сейчас. Демонстрирую. Экран предлагаю по-другому запустить. Не на экран. Вот. Самый смысл. Так вот. Теперь смысл в том, что если теперь видосик запустить, да? Вот какой-то, куда он скопировался? Вот он. Тот, соответственно, он, по идее, должен быть виден. У нас появился экран. Презентация. Вот. Презентация сейчас, соответственно, пока слайдов сначала. Там, если надо, ну, собственно, перерываться, то escape. Сторачивайте. Так, запись вроде идет. Давайте кончение слов ожидания. Это, по-моему, безопасность. Да, а что правильно? Я думаю, что на какой-то смысл не хранится. Ну, не 15 хранится. Так, еще раз, все нормально? Презентация всем видна, да, онлайн? Да. Ну, все, знаешь, по идее, должно быть все хорошо. Окей. Катя, а у тебя с телефоном будет с твоего аккаунта или с Invertible Geology? Со своего, я просто боюсь, что прервется, если я зайду в двух устройств. Сейчас я подключусь. Тогда не гляди и дай себе права администратора. Не знаю, да, как-то он просто в спирте должен ходить. Так, да, вижу. Соорганизатором, да? Организатором или соорганизатором? Наверное, соорганизатором, да. Все, да, сделала. Кажется, камера высековата, да? Надо, наверное, по ниже ее опуститься. Я не знаю, насколько там есть у нее возможности. Я не знаю, где перед докладчиком ходить. Понимаю, что... Я не знаю, насколько там есть у нее возможности. Я не знаю, что там есть у меня совершенно знакомые. Никакие проблемы, если возможно. Я уже в Диумы день был. Я не знаю, что мне как-то не было, как-то не было. Не получилось, что у меня было. Мы специально не знакомы. В Неверке? Совершенно. В Неверке? Ну, в Неверке. Я поняла, Неверке. А вам надо делать. Да. Да, хорошо. что, по-моему, и прочее, все императоры, но был взрослый тензин. Был взрослый, да, и он не дарил, и он не дарил. Я поняла, ну, по крайней мере, да, это было ужасно обидно. Когда увидишь, ты тебя видел попроще или помилучше, я так увидела, что мне надо поботься, когда меня, конечно, ждали 10 лет, и она была, когда она заходила, и вы как-то бы переезжала, и вы думаете, что у меня нет, и я выяснила, Вы же с него привезли, что я у меня ездила, и у меня нет, ничего нет, это идиот. Пишите, пожалуйста, какие концерты? Нет. Ваш сны, да, идиот, идиот, идиот. Я скажу, что что? Девушки отдыхают. Да, идиот. А. Идиот. Я решила. Извините. Я идиот. Григорий. Я идиот. и и и и и и и Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у меня позд compon、 анксемида, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуйте! Я думаю, можем начать. Я очень рада всех приветствовать на биосеминарах. Это замечательное событие. Наконец-то мы собрались очень после всех карантинов и прочих сложностей. Я очень рада представить нашего сегодняшнего лектора, Марию Гаврилов. Она выпускница нашего факультета. И, в принципе, напомню вам о том, что из себя представляют биосеминары. Изначально они были созданы выпускниками нашего факультета биологического СПБГУ для студентов и других заинтересованных людей. Соответственно, здесь проводились лекции от выпускников. Они рассказывали о актуальных направлениях своей научной работы для студентов. Ну и, соответственно, биосеминары – это отличное место, чтобы познакомиться с текущими научными направлениями, познакомиться с теми, кто продолжает работать в науке. И я надеюсь, что эта традиция продолжится, что вам будет интересно. И не стесняйтесь задавать свои вопросы. Главная идея здесь в том числе в том, чтобы налаживать коммуникацию между представителями науки и выпускниками нашего факультета. Вопросы можно сразу или по ходу? Да, вопросы. Желательно, если какие-то крупные вопросы общие, то лучше оставить их на конец. Да, Мария попросила задавать в течение лекции те вопросы, которые помогают вам понять дальнейший материал. То есть более точные, более узкие какие-то вопросы по конкретным моментам доклада. Остальные вопросы, соответственно, лучше оставить на потом. У нас параллельно идет трансляция, и те, кто находится в трансляции, вам тоже просьба оставить вопросы, по большей части, на конец лекции. Было бы очень хорошо, если бы у вас была возможность задать вопросы устно. У нас включены колонки, вас будет слышно. Но если такой возможности нет, то я прочитаю ваши вопросы, постараюсь их не пропустить, но тоже по большей части в конце лекции. В принципе, на этом, я думаю, с техническим моментом все. Все, перерыва не будет. Если выдержать. Всем приятного прослушивания, я передаю туда слово. Спасибо. Мне где-то надо находить. Смотрите. Если я покажу, вас видно примерно вот здесь. Она просто перекрывает презентацию, и я думаю, что лучше вот это свернуть. Да. Я даю очень любую. Что-то такое. А переключать? Можно мышкой, можно этими стрелками. То есть, этого нет, да? А, кстати, здесь вообще было, но он его не будет увеличивать. Нет, просто если я встану, так я не буду там обрезать. То есть, как минимум, ловильный укладка? Ну, в сторону, Катя. Сейчас видно, отлично. Видно, отлично, хорошо. Все, тогда мышкой это нормально будет. А это не переключатель, это указка. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, друзья. Во-первых, огромное спасибо за приглашение меня в стены «Альма-Матер» с выступлением. Это большая честь оказаться за этой кафедрой, потому что обычно я себя помню вот в тех рядах, а здесь профессора Мальчевского, профессора Полянского, Добровольского. Все это было очень увлекательно и, конечно, дало мощный импульс для всей дальнейшей научной работы, вне зависимости от того, какое узкое направление преподавали эти великие педагоги и ученые. Большое спасибо университету за ту школу, которую удалось пройти. И я, общаясь с выпускниками других вузов и особенно более поздних поколений, все с большей и с большей силой осознаю, как нам повезло оказаться тогда в стенах этого учебного заведения, оказаться, успеть на лекции той плеяды великих преподавателей, потому что они были уже, многие из них были достаточно возрастные, когда мы здесь учились. И эта школа, она, я считаю, дала мощнейший импульс, изложила основы, которые, ну, не всем удалось получить, к сожалению. Вот. И, готовясь к лекции, я вспомнила, что где-то лет, получается, 12 назад, не в этой аудитории, а в 134-й, я как раз докладывала первые, результаты первого какого-то этапа своей работы по, вот, объекту, о котором сегодня пойдет речь, о Белой чайке, я защищала здесь кандидатскую десертацию, тогда вот она называлась таким образом «Белая чайка в российской Арктике, особенности гнездования вида в современном оптимуме ареала». Не зря выделила это, эти строки, поскольку тогда в нулевые годы 2000-х совершенно четко казалось, что да, вот там сердце российской Арктики, сибирские моря, это реально оптимум для этого высокоширотного вида, и понятны были какие-то риски, но казалось, что эти риски очень-очень далеко в каком-то, не за горизонтом планирования, то, что называется, за пределами, ну, то есть не казалось, что так быстро мы до этого дойдем. Поэтому, если бы сегодня мне вдруг раз, и с тем же материалом, вернее, с полученным материалом вдруг, как в кошмарном сне, казалось бы, снова в день сурка оказаться на кафедре защиты, то диссертация должна была бы называться уже совсем по-другому. «Белая чайка в российской Арктике – индикатор перестройки высокоширотной экосистемы». И, говорю, что трудно было поверить, что чуть больше, чем за 10 лет пройдут такие кардинальные изменения, и я расскажу о том, как, изучая этот вид, можно, удается проведить эти изменения на примере одного вида, но очень вида специального и специфического. О каких проблемах Арктики пойдет речь? Ну, вроде бы, они очень общие. Арктика, понятное дело, холодная природно-климатическая зона северного полушария, холодная климатическая зона, но в ней все больше и больше горячих точек, и точки эти связаны с проблемами. Основные проблемы две – это потепление климата и антропогенное воздействие. Казалось бы, что это проблемы общие, не казалось бы так, оно и есть. Проблема общая для всего земного шара. Потепление климата проявляется не только в холодных областях, но и в умеренных широтах. Какие-то проявления его немножко другие сказываются и в засушливых зонах, и в тропических, по всему. И уж понятное дело, что человек уже опутал своей деятельностью тоже весь земной шар, почему именно в Арктике эти проблемы выделяются особо и приобретает особую остроту. Потому что, во-первых… У нас еще и флашечка висит, да? Во-первых, потепление в Арктике идет опережающими темпами. И эти темпы, мало того, что они исходно выше, чем в среднем на планете, они, эти темпы опережения, они еще растут прямо вот в очень быстром темпе. Эти темпы растут очень-очень быстро. И если несколько лет назад в обобщающем докладе по климату приводились цифры, что Арктика теплеет вдвое быстрее, чем земной шар в среднем, то вот в 22-м году, по-моему, вышла работа, которая утверждает и демонстрирует на материалах, что Арктика теплеет, начиная с 79-го года, 70-е годы. Это последний период холодного климата. Как климатический, ну не письмом, конечно, а период похолодания. Последний период похолодания – это где-то 70-е годы. Так вот, с 79-го года Арктика теплеет в 4 раза быстрее, чем планета в среднем. И это, на самом деле, ужасающие темпы. И здесь, это вот данные вот из статьи, которая здесь процитирована. И картиночки показывают тренд, температурный тренд за десятилетия. Видно, что беленькие – это не обеспеченные данные, скорее, даже чем ноль. И видно, что арктические моря, и более того, в основном в Сибирске арктические моря, это моря, омывающие берега нашей Арктики, они теплеют гораздо быстрее. И если посчитать так называемую местную амплификацию, то есть скорости по каким-то ячейкам региональным, географическим скорости потепления конкретного региона по отношению к среднему планете, то картинка еще более жесткая получается. И действительно видно, что вот они, российские моря, западный сектор Арктики, немножко восточный, начиная с Фетербергена. Вот это вот зона с наиболее высокими темпами потепления. Сразу хочу сказать, что как раз я, когда монтировала презентацию, поняла, что это очень хорошо совпадает с основной частью реала изучаемого нами вида. Ну, это здесь картинка с конкретными температурами. И я хочу подчеркнуть, что Ченчар перерисует эти картинки, основываясь на моделировании. Это различные ломанные, это просто разные серии натурных данных. То есть это никакое не моделирование, это натурное наблюдение. То есть не отдаваясь в дискуссию о причинах современного потепления, я могу сказать сразу, что я не сторонник чисто антропогенного генезиса этого потепления, опуская это все в сторону, сам факт этого потепления, он налицо. И он идет в Арктике гораздо быстрее. Основным индикатором климатических изменений в полярных областях индикатором, который очень чутко реагирует на изменения климата, и индикатор должен обладать еще свойствами, что его удобно наблюдать и воспроизводить это наблюдение, хорошо наблюдаем, является морской лед. И для океанологов, для географов именно изменение морского льда хорошие свидетельства, интегральный индикатор процессов, происходящих в абиотической составляющей экосистемы. Как мы скажем, для них, к сожалению, геосистема заканчивается абиопией. Так вот, сокращается площадь морских льдов. Это вот, получается, верхняя ломаная, она кумулятивная. Значит, в целом сокращается площадь всех морских льдов. И вы, конечно, видите, что наиболее катастрофическим образом сокращается площадь старых льдов. То есть лед, который находится в Арктическом, в Северном ледовитом океане, становится все моложе. И это на самом деле… И, соответственно, толщина льда также уменьшается, потому что толщина льда пропорциональна его возрасту. И, соответственно, очень сильно уменьшается объем льда. И это все влияет и на процессы глобальной циркуляции, и, естественно, на экосистему. И почему, опять же, Арктика здесь тоже на острие этой проблемы, поскольку очень много общего между холодными полярными областями Арктики и Антарктики. Но в данном вопросе есть один очень интересный и очень четкий момент в развитии их, потому что только в Арктике, только в Северном ледовитом океане есть многолетний лед. В Антарктике летом Южный океан освобождается полностью, там нет многолетних льдов. Только в Арктике он есть. И, соответственно, сформировалась совершенно специфически уникальная для планеты экосистема этого многолетнего морского льда, которая связана с организмами, которые воспроизводятся в этом льду беспозвоночной. И в образе есть некоторые виды, которые эндемичны для вот этой экосистемы. И вот стремительно сокращается площадь именно вот этой уникальной для планеты системы многолетнего морского льда. Это другое выражение, другая визуализация этого же самого процесса. И, как вы видите, беленький, чем светлее, тем старше лед. И, в общем, картинка, говорящая сама за себя, исчезает. То есть кромка льда отступает от берегов российской Арктики летом все дальше и дальше. И не приходят толстые старые льды к нам. И, соответственно, сопряженный процесс растет продолжительность сезона ледотаяния. То есть это все открывает новые возможности для одних видов и закрывает возможности для видов других, для видов автоктонных, для видов, связанных с морской ледовой экосистемой, те, которые адаптированы к жизни именно в этом суровом плимате. И более того, морские виды от водорослей до высших позвоночных, которые связаны с экосистемой морского льда. То есть их местообитание катастрофически сокращается. И для Арктики это… То есть вот эти вот проявления, повышение температуры воздуха, повышение температуры воды, повышение уровня океана, закисление океана, сокращение площади морских льдов. Это вот разные направления проявления потепления климата. Когда они достигают… То есть они влекут за собой, соответственно, все больше и больше увлечения в различные процессы, которые следуют за ними. То есть происходит в связи с увеличением температуры воды и воздуха с таянием льдов нарушается вся климатическая система. Многие, наверное, слышали такое выражение крылатой Арктика, кухни, погоды, потому что система циркуляции во многом построена на разнице в температурах, на разнице в давлении между различными областями, которые формируют постоянные системы циклонической и антициклонической активности. И при изменении этих температур, при изменении разницы, перепадов, эта система привлекает к разбалансировке и появляются, вернее, исчезают прежние закономерности циркуляции, возникают какие-то новые. И какие новые возникают, мы еще не знаем, но мы ощущаем на себе именно вот эти перестойки, эту ломку даже здесь вот у себя за окном в Санкт-Петербурге. И вот эта последовательность изменений, связанная изначально с изменением абиотических факторов, она ведет, в конце концов, к перестройке всей экосистемы через низшие трофические уровни, которые более четко реагируют на такие прямые, прямыми связями на такие параметры, как температура воды, соленость, кислотность, температура воздуха. И, соответственно, через кормовую базу, через изменение свойств места обитания на представителей высших трофических венев арктической экосистемы. Не так давно ученые-океанологи, наблюдая и характеризуя происходящие процессы, опять же, в своей части экосистемы, то есть в океане, в системе океана, в абиотической системе, назвали процессы, происходящие в Северном Ледовитом океане, как вы представляете, в Северном Ледовитом океан есть два входа теплых вод, теплых воздушных масс. Это со стороны Атлантики, Атлантические ворота, и это, соответственно, через Баренцево море, через пролив Фрама, и, соответственно, с другой стороны, из Тихого океана, через Берингов пролив, который гораздо более узкий, и пропуская способность его несоизмеримо меньше, чем в Атлантике. Поэтому первый сигнал и самый мощный сигнал в Арктику идет через, из Атлантического входа, из Атлантических ворота, так называемых Atlantic Gateway. И наблюдая процессы, что происходит в абиотической среде, ученые, океанологи назвали его атлантификацией. То есть система Северного Ледовитого океана, океанографическая система, которая характеризуется, когда атлантические воды теплые и соленые, они тяжелые, текают через эти ворота, втекают в Баренцево море, обходят через пролив Фрама, Шпицберген, следуют дальше, они как более тяжелые, погружаются на дно и следуют в придонном слое. Это теплая вода, текает практически в придонных слоях. Также в связи с наличием морского ледяного покрова в океане, в Северном Ледовитом существует так называемый галаклин, сезонный и зимний, который, это слой с постоянной температурой и соленостью, который препятствует, он формируется в том числе за счет сезонного таяния льда, который препятствует перемешиванию воды. То есть вода в арктических морях, здесь вот это побережье, на всякий случай, побережье Евразии, только вверх ногами и слева направо перепутано. То есть вот это Баренцево море, а вот здесь вот Герингов пролезет. То есть это еще и географическое привязание. То есть перемешивание в верхнем слое Северного Ледовитого океана происходит только в слое сезонного галаклина. И это означает, что там не поступает ни тепло, ни питательные вещества, и в более глубоких слоях, видите, стрелочки очень маленькие, то есть обмен очень незначительный. Более того, сам лед, он тоже препятствует каким-то обменным процессам. На входе, да, есть более глубокий слой перемешивания. И, соответственно, уже это начало 2000-х, а это лет через 15. Картиночка показывает, что приток стал гораздо мощнее Атлантических вод. Он распространяется дальше, он распространяется выше. То есть слой его толще, он поднимается выше, увеличивается и протяженность, и толщина сезонно перемешиваемого слоя уменьшается, увеличивается поток и тепла. Вверх, несмотря на то, что вода все равно более тяжелая течет по придонному пространству, поток тепла, поток биогенов увеличивается, льды становятся тоньше. Почему? Собственно говоря, в Арктике амплификация, потому что пока был лед, он сдерживал эту систему. У него отражательная способность гораздо выше, чем у поверхности океана. Как только в связи с потеплением льда становится меньше, то еще и за счет того, что альбедо уменьшается и отражательная способность уменьшается, больше солнечного тепла тоже поступает туда. Вот такие механизмы. То есть процесс атлантификации. С другой стороны, в Беринговом проливе примерно то же самое, в меньшем объеме, в меньшем проявлении – это пацификация Арктики. И в целом все это можно назвать одним словом бореализация. И этот же термин можно применить и ко многим, и к биоте. В частности, наблюдая за продвижением видов из более низких широт, субарктических и умеренных широт, они тоже продвигаются потихонечку. В первую очередь, конечно, подвижные морские обитатели, подвижные гидробионты. Наиболее хорошо это прослежено на золопланктоне, на рыбах. Прямая реакция на температуру воды. И птицы те же самые, китообразные, тоже более южные виды, все дальше и дальше проникают на север. Вот это вот бореализация не только океана, но и фауны. Это такие проникновения самих видов, они исследуют возможности обоснования. Это, скажем так, поверхностная такая картина пока. Нас интересует, что происходит. Понятно, это новые будущие члены сообщества Северного Ледовитого океана, которые исследуют потенциал для своей будущей жизни. А что же происходит с теми, кто там живет? Куда им деваться? Отступать-то некуда. И вторая проблема – это антропогенное воздействие. И здесь оно тоже идет опережающими темпами по сравнению со многими другими регионами. Я не буду говорить там про всю планету. Наверное, еще есть какие-то горячие точки роста. Но также, опять же, все слышали, что сейчас, немногим более 100 лет спустя, на наших глазах происходит очередная гонка к полюсу. Предыдущая такая гонка была как раз на рубеже 19-20 века, в начале 20 века, когда человек просто пытался физически стать ногой в точку Северного и Южного полюса, сказать, что да, я человек, я хомо сапиенс, я достиг места, где вбит большой гвоздь, Северный полюс. Или хотя бы увижу его с самолета или с воздушного шара. Была гонка к полюсу. Потом это немножко все поутикло, потому что достигли, увидели с воздушного шара, с самолета, дрейфующие станции. Как-то это успокоит. Потом период похолодания. А сейчас новая гонка к полюсу. Но теперь человек хочет не просто встать, он там стоит ногой регулярно, туристы туда каждый год приезжают, ногой встают и танцы танцуют на Северном полюсе. Но он хочет теперь поставить там нефтедобывающую вышку или кинуть нефть, чтобы добыть уже какие-то биологические ресурсы. И эти темпы арктического освоения, они тоже в среднем шире, уж точно в нашей стране, опережающие развитие именно северного сегмента нашей территории. Северный морской путь, условно говоря, национальная трасса судоходная из Баренцевого моря в Берингово море вдоль северофийского побережья, она, с одной стороны, более экономически выгодна, потому что она короче между Атлантикой и Тихим океаном. Этот путь сильно короче, чем южный путь вокруг Евразии. Короче-то короче, но льды раньше препятствовали экономически выгодному, транзитному и иному судоходству по этой трассе. Сейчас с вступлением льдов открылись новые возможности и для промышленности, для судоходства и для всех других видов деятельности в Северном ледовитом океане. С одной стороны, потому что стала меньше льда, значит, более доступна сама акватория. С другой стороны, конечно, технический, технологический прогресс шагнул за эти годы неманерно, и человек может осваивать гораздо большие глубины и более сложные условия, чем это было раньше. То есть, также я показала, не это амплификация антропогенного присутствия во Северном ледовитом океане. Это картинка, лоскутное одеяло, это выданные лицензии на добычу углеводородного сырья на шельфе. Это не означает, что здесь уже везде стоят добывающие вышки. На самом деле, добывающая морская платформа у нас существует, это приразломная, которая была на слуху несколько лет назад, особенно когда гимн Писто пытался спорить ее экологическое благополучие. И, скажем так, промышленные запасы нашли на юге Карского моря, разведывали именно запасы, которые экономически выгодно добывать. Остальные – это лицензионные участки Роснефти и Газпрома, два недра, и чуть-чуть лицензии у Лукоила в Пищевском море. Остальные – это два цвета, это, соответственно, два недропользователя. Это означает то, что даже если сейчас добыча не ведется, и она будет в перспективе, то недропользователи, владеющие лицензиями на этих участках, они обязаны проводить там некие изыскания и проявлять свою промышленную деятельность, то есть разведывать запасы, проводить сейсмическую съемку, проводить дополнительные геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания. То есть это участки, где, ну, сейчас просто какой-то первый цикл завершен, а несколько лет назад это была совершенно активная отработка этих выданных лицензий, когда они все по всем этим участкам ходили в многочисленные суда и проводили самые различные изыскания, в том числе пробные бурения в некоторых районах, ты говоришь, опять же, в Капкарском море. Эти все участки подверглись сейсмической, сейсмологическим исследованиям, то есть там ходили с огромными хвостами пневматических пушек и производили очень массовые подводные взрывы, которые совершенно определенным образом, не в лучшую сторону, сказывались на многих обитателях. То есть нефтегазовые ресурсы, к ним присоединяются, конечно, всякие береговые ресурсы и поиски новых районов для добычи биоресурсов. Сейчас в этом направлении лидирует у нас Карское море, которое раньше считалось безрыбным, теперь его осваивают и видят, что рыбы туда уже проникли. И трасса Севмор-Пути, она прописана в ряде руководящих стратегических документов по освоению Арктики, прописана там очень экстенсивными показателями, такими как увеличение грузооборота по трассе Севмор-Пути в тоннах. Неважно, что вы там везете в тоннах. Это вот такая лаконичная картиночка, показывающая, что после такого падения в 90-х годах, в годы перестройки, темп задан чудовищный на самом деле по росту грузооборота. И раз это прописано в стратегии, значит, эти показатели должны быть достигнуты. И это такая сложненькая схемка, инфографика из нашего проекта, где я участвую по разработке системы экологического мониторинга по трассе Севмор-Пути. Она просто показывает, что различные виды судов – это всего лишь одно длино в очень большой цепи, даже не цепи, а сети различных видов антропогенного воздействия, которые связаны только с освоением Севмор-Пути. Я не говорю про остальное. Здесь главное – это судовство по Севмор-Пути. Оно влечет портостроение, оно влечет транспортировку и перевалку в этих портах добычи природных ископаемых, которые находятся на берегу. Оно влечет, естественно, в транспортировку углеводородов и другого сырья, которые добываются на шельфе. И эти все виды антропогенной деятельности, они воздействуют на все длини морской экосистемы. Они, многие из них, воздействуют и на прибрежные экосистемы, и на береговые. И все это сплетается в клубок достаточно серьезных экологических проблем, которые, судя по всему, будут только расти в будущем. И третий – это все были местные угрозы, связанные с человеком, от деятельности в регионе. Но Арктика – это еще и сточный бассейн, куда попадает огромное количество загрязняющих веществ с очень отдаленных областей. Тремя основными путями – это воздушный перенос. Здесь показаны основные очаги промышленных районов, с которых дальним воздушным переносом транспортируемые таким образом загрязнители поступают в Арктику и выпадают вместе с осадками. Это, разумеется, то, что из более низких индустриальных широт поступает с Атлантической водой, с Тихоокеанской. То есть вода тоже несет туда массу загрязнителей, начиная от растворенных токсинов, заканчивая морским мусором и пластиком. И что, опять же, гораздо более актуально для России, чем для зарубежной Арктики, прошу прощения за блёклую картиночку, это поступление загрязняющих веществ с речным стоком, потому что именно сибирские реки обеспечивают подавляющий объём речного стока в Северный Ледовитый океан. И, разумеется, текут они из более освоенных районов и несут не только пресную воду в взвесе, но и различные загрязнители. То есть вот такие вот просто какие-то клещи, получается, окружают Арктику с точки зрения антропогенного воздействия. И, соответственно, морские экосистемы по-разному, её компоненты, биотические компоненты, очень по-разному откликаются на разные виды воздействия. Они между собой также и на климатические, и на антропогенные, и на их совместные воздействия, как мы говорим, на комбинированные и кумулятивные эффекты. И если эта картинка меня даже тоже немножко развеселила, опять же, у нас сейчас экология, получается, сконцентрирована большая экология, которая на слуху, она фокусируется на плаговых видах, как принято теперь говорить, брендовых видов, то есть для Арктики брендовые животные – это белый медведь. Конечно, первым под жарким солнцем теплейщей Арктики страдает белый медведь. Всё понятно. Ещё есть крупные формы жизни, типа моржей и киток. Тоже про них знают. И программа, федеральная программа «Экология», в ней есть раздел, касающийся биоразнообразия. Там есть фокусные виды, плаговые виды, их, по-моему, то ли 10, то ли 12. Это все, конечно, крупные млекопитающие. И пару видов тоже таких заметных птиц, типа аиста, для невосточного. И вот этот перекос немножко в такую сферу медийно-пиарскую, он, конечно, достаточно опасен для науки, потому что экосистема же не состоит настолько из топ-предитерс, из макушки айсберга, на которой находятся млекопитающие. То есть птицы – это вообще не очень такой никак не раскрученный компонент. Я не говорю, там, хищные птицы, да. С хищными птицами, как-то у нас народ более знаком, они ведут гусяобразный тоже, скажем так, предмет исследований и каких-то поддержек, потому что их, в конце концов, можно съесть. Есть очень много охотничьих видов. А вот птички, которые и небольшие, и далеко, и несъедобные, в общем, про них вообще никто не помнит. И это очень хорошо опрошено на этой инфографике, которую, наверное, консультировали какие-то ученые, я надеюсь. Ну, что мы видим? Какие виды страдают от потепления среди пернатых? Это полярные крачки. Окей, наверное, но далеко не в первую очередь. Более того, в общем, на льдах арктических – это не та птица, которую вы увидите. И что меня совсем смешило, то рядом с моржом, как вы пишете, на льдине, рядом с моржами, если там плохо видно, то это тупики. То есть это вообще не автоктонный арктический вид, это артобореальный, в лучшем случае, вид. Это вид, который как раз имеет потенциал распространения дальше в Арктику вместе с теплеющим климатом. И уж никак эти птички не сидят на льдинах, с льдом экосистемой никак не связаны. И, в общем, этот вот замечательный инфографический плакат, он показывает уровень осведомленности и, так сказать, широкого круга менеджеров и просветителей о всей комплексности проблемы, которые происходят в экосистемах Арктики. Но я попытаюсь сейчас рассказать про ту птицу, которая должна быть первая на этом плакате. Пока что там белый медведь, его называют хозяином Арктики, о нем все заботятся. Недавно прошла конференция, Всероссийская конференция с международным участием в рамках председательства России в Арктическом совете. Мы еще все там, все на этой позиции еще находимся. Она называлась «Не больше, не меньше». Она была посвящена, судя по документам, биоразнообразию Арктики. Называлась она «Вселенная белого медведя». Неплохо, хороший такой пиарский ход, но, к сожалению, эта тема не была развита, потому что во вселенной белого медведя, пусть он царь этой вселенной, но у него же поданные есть, про поданных там практически ничего не было сказано. Он хозяин Арктики, но в здоровом, благополучном хозяйстве, благополучном доме у каждого хозяина должна быть хозяйка. Вот хозяйка в Арктическом доме – это белая чайка, это два животных, которые на самом деле экологически очень похожи, и их многие черты сходства, они приводят к тому, что они оба наибольшей степени страдают от современных процессов в Арктике. В двух словах, собственно говоря, это портрет нашего подопечного на сегодня, и в двух словах я расскажу, что это за птичка, потому что она плохо известна и даже для специалистов. Так, вот он мне. Чайка средних размеров, чисто белое оперение, русское название «белая чайка», оно, конечно, адекватно виду, но оно очень неудобное, потому что мне всегда обычно говорят, что все чайки белые, зачем ты в Арктику едешь за ними. Что интересно у этой чайки, это была она во взрослом наряде, это сигалеток, птичка, которая родилась в этом году, первого календарного года жизни, характеризуется вот такой черной маской, черным крапом на кроющих перьях, на хвостовом перенье, на маховых. И что интересно, что уже двухлетние чайки надевают полностью взрослый белый наряд, и дальше мы возраст не можем определить. То есть вот мы знаем, вот эта чайка первого календарного года, на следующее лето мы отличим чайку второго календарного года, у нее сохраняются еще, маски уже практически не будет, сохраняются черные пестрины, и она начинает линять, и к второй осени своей жизни она уже будет практически белая. То есть чайка третьего календарного года, она полностью белая, и мы дальше не знаем, сколько ей лет, и в соответствии с принятым обычаем надевать взрослый наряд, значит, способна к размножению. То есть мы считаем, что она в два года уже может приступать к размножению. А клюв сразу такой красивый? Клюв сразу такой красивый, да. Он действительно такой зеленовато-стальное основание, желтый, и кончик краснеет у взрослых птиц, может летом немножко быть таким оранжевым. И считается, что это на самом деле достаточно необычный случай, потому что получается, что она взрослеет быстрее, чем чайки ее размера. То есть моевка, которая процентов на 25 мельче белой чайки, у нее прослеживается вплоть до четвертого года изменения возрастных нарядов, и она считается, что приступает позже к размножению. То есть это такое вот необычное быстрое созревание, возможно. И с другой стороны, сложность отслеживать ее по данным кольцевания очень мало данных о кольцовом, практически нет их, когда о кольцовом птенцом, и потом эта же птица встречена на равножающейся. То есть затрудняет ее, скажем так, оценку демографических параметров, моделирование популяции. И облик у нее вот такой вот скорее голубиный, чем чайчий. И эта птичка, мало того, что она рано взрослеет, но она при этом очень долго живет. И это характерное свойство для всех морских птиц, для арктических животных в целом. То есть тут она в тренде. А полевые данные до наших исследований самая взрослая чайка в природе, ну, они только по природным птицам есть данные, по данным кольцевания, канадская птица, которая была кольцована птенцом и потом встречена, ее возраст был 28 лет. А наша птичка с северной земли, она была окольцована уже в момент гнездования и найдена погибшей, ее задавили собаки на станции, когда она на помойку прилетела. И она тоже готовилась к размножению, судя по состоянию. И возраст у нее был 30+. Так что очень долговелущий вид. И до недавнего времени один из не менее изученных видов морских птиц, я сказал, белая чайка, название неудачное, в других языках – «Исмоке», «Исмос», «Айсмёве», «Моэддиуар» – она гораздо более… эти названия более говорящие. Это либо ледовая чайка в германских языках, либо чайка цвета слоновой кости по-французски. А вот самое говорящее, конечно, название – это латинское, «Погофилия» и «Бурнея», что переводится как «Любительница льдов», «Само цвета слоновой кости». Это другой род. Это монотипический род. Погофилия других чайек нет, только белая чайка. Она необычная, она не лярус, хотя изначально она была причислена к лярусам. Обратили на нее внимание специалисты-арктические орнитологи в начале 2000-х годов, когда из Канады поступили очень тревожные сведения о катастрофическом падении канадской национальной популяции. Вот это вот разные острова Канадского арктического архипелага. Это данные учета 80-х годов, это данные учета 2002-2003 года. Учеты, надо сказать, проводились попутно. Геологическая служба Канады летала на вертолете и обследовала скальные выходы и горные породы. И заодно посчитала белых чайек. Как в 80-м году, так и в 2000-х годах. Вот нам бы такую кооперацию с геологами, конечно. То есть это не было целенаправленным учетом, но они прошли по тем же маршрутам своим геологическим. То есть скалы у них никуда не делись, понятное дело. А чайек стало меньше, и падение численности. Изначально они объявили о 80-процентном снижении численности за 20 лет. Потом была оценка чуть более мягкая, порядка 70%. Сразу снижение численности. И тогда канадцы скажут, «Ребята, а у вас-то что делается в ваших-то странах?» Скажу, что белый чайка гнезит в четырех странах. Это Канада, Дания, Гренландия, Норвегия, Шпицберген и Россия. Многочисленные острова западного сектора, российской Арктики. И ученые из остальных трех стран, которые ему понятия не имеют, что у нас делается. Потому что выяснилось, что на этот момент белая чайка не попадала в фокус особого внимания. Были какие-то попутные данные, старые работы. Не могу сказать, что в России ничего не было. Специализированная работа, опять же, при попутных наблюдениях, была выполнена Павлом Станиславовичем Тамковичем в начале 80-х на земле Франца Иосифа. Вот туда поехал за морским песочником, но и заодно про белую чайку написал статью специальную. И потом были в начале 90-х работы Андрея Волкова из НИИ природы, при поддержке тоже норвежских коллег и голландских коллег. Вот он несколько лет отработал по белой чайке. Это были 90-е годы. И с тех пор у нас данных не было никаких. По Шпицберге, но тоже были старые работы, современных данных нет. По Гренландии аналогично. И тогда в рамках циркумполярной группы по морским птицам Арктического совета мы организовали такую, условно говоря, рабочую группу и стали координировать наши усилия и изучать белую чайку. Общие сведения, которые были известны, что птица имеет ограниченный высокортический ареал, что она очень малочисленная, редкость, парадически распространена. Она внесена, и на тот момент была внесена во все красные книги государств ее ареала, в том числе государств, из которых она только пролетает, как Соединенные Штаты Америки, например. И даже сейчас вот это данные 2000-х годов, сложности с ее наблюдениями дают вот такую очень большой разброс оценок от 8 до 26 тысяч пар. Если взять оценки МСОП, АЮСН, то цифра будет еще больше отличаться. То есть считается, что вид, очень часто пишут, что вид циркунполярный, гнездится по всей Арктике, вот так вот рисуют ее ареал. Здесь, хотя помечены колонии, где-то правильно, где-то совершенно неправильно, то есть даже в современных источниках очень противоречивая и не всегда достоверная информация. И, как я сказала, любительница льдов слома цвета слоновой констики, в этом она очень сходна с белым медведем, потому что как медведю нужен лед морской как платформа для охоты, так и белой чайке, несмотря на то, что она крылатая создание, ей тоже нужен морской лед для эффективной охоты. То есть ее стенобиотность или иными словами строгая приуроченность какому-то биологическому фактору, она выражается именно в стенотопии, то есть она требует очень определенных узкоограниченных биотопических условий, и эти условия ледовые, погофильный, стенобион, погофильный стенотоп. И для того, чтобы существовать в этом холодном климате среди льдов, белой чайке выработались достаточно глубокие адаптации, в том числе морфологические адаптации. Здесь вот эта немножко необычная размазанная фотография, но просто она очень хорошо показывает ее особенности. очень короткие ноги. Пропорционально с другими человеками, это коротконогая птичка, но зато в длинных штанах. У нее оперение голени гораздо более длинное, чем в других чаях. Как у всех чайковых птиц, у нее лапы с перепонками, то есть она может, технически она может плавать, но обратите внимание, насколько вырезаны эти перепонки, что это означает, что уменьшена площадь этих плавательных перепонок. Почему? То есть это короткие ноги, короткая часть неоперенная, маленькая перепонка, это все для сокращения площади теплоотдачи, разумеется. То есть чайка живет там, где температура океана все время около ноля, плюс-минус ноль, как я называю. И вода в любой момент может замерзнуть, и поэтому белая чайка, во-первых, сокращает теплоотдачу, во-вторых, у нее поведенческая особенность, она не садится на воду. Она летает среди льдов, но на воду не садится. Вот это один из самых редких кадров белой чайки, когда она плавает на зеркальной поверхности воды. Скорее всего, эта фотография сделана в более низких широтах, куда чайки иногда вылетают. Залетные встречи залетных чаек, они известны и в Западной Европе, в Швеции, в Великобритании, материковой Западной Европе, на берегу Калифорнии. В 2000, как он, в 2014 или 2015 году тоже, недалеко от Сан-Франциско на пляже увидели белую чайку. Тогда половина бетвочеров Америки туда слетела с течением двух дней. В Арктике сделал такую фотографию, но я никогда не видела. И в литературу тоже описано, что не садится на воду и из опасения получить обледенение. И более того, даже если бы белая чайка пыталась плавать или еще что-то, плавец, она, гребец, она неэффективна, потому что у нее уже глубоко преобразованы лапки. то есть вот такие вот особенности. Скорее всего, у нее термический оптимум тоже достаточно низкий, никто этого не исследовал, но ее толерантность температурная, она совершенно примечательная. И вот способы ее кормодобывания, то есть когда есть лед, то самое простое это бегать по краю льда и склевывать то, что либо в воде рядом, либо лед же постоянно в движении находится, плоский блин там какой-то лежит и все. Постоянно трется, ломается, переворачивается и беспозвоночная и рыба, которая находится с нижней стороны льда, там целая ледовая экосистема, особенно на возрастных льдах, она оказывается наверху и она склевывает. Если же льда поблизости нет, но какая-то еда есть, то вот ее поза добычи, то есть эти вот ее особенности корма-добывания, они, конечно, очень сильно влияют на ее зависимость от льдов и вызывают проблемы, связанные вот с рассмотренными изменениями экосистемы. Но слух о том, что белая чайка питается остатками трапезы белого медведя и его компонентом и зависит от этого, я в нескольких научных статьях виду, что белые чайки зависят от как комиссалы от белого медведя и потому, что белого медведя становится меньше, то и белых чаях становится меньше, потому что добыча от белых медведей меньше достается. Ерунда, помню. Да, у белых чаяк, скажем так, при нецелевых наблюдениях, конечно, белую чайку легче увидеть с медведем. Медведь большой, все хотят на него посмотреть, вот они увидят медведя, он, ой, там еще шевелится, ах, это белая чайка. А когда одна белая чайка летит среди льдов, то те же самые туристы, бет-вотчеры, еще кто-то, они просто ее не заметят. Но если они будут знать крик белой чайки, то они скорее услышат белую чайку, а потом белого медведя, на самом деле. То есть, конечно, белые чайки сопровождают белых медведей, вернее, не сопровождают, они пытаются охотиться в исходных мест обитаниях, потому что и тот, и другой, они знают, где находится зона повышенной биопродуктивности, где есть мерпа, где есть сайка, то есть экосистема сайка, мерпа, медведь, сайка, чайка, сайка, мерпа, медведь, чайка. Вот. И когда чайка видит, что медведь что-то добыл, конечно, она к нему подлетает и пытается поживиться, потому что ну кто же нас не видит интерморщинку. Вот. Но по поводу того, чей трофический уровень выше, да, медведь ест, разоряет птичьи гнезда, разоряет кладки ест белых чаек. Но белая чайка была лично многое замечена, она может есть и белого медведя. Медвежок пал от своих старших собратьев, стал жертвой канибализма и тут же прилетела белая чайка и повысила свой трофический уровень за счет пытания печени белого медведя. То есть трофический уровень у этих двух животных сопоставил. И вот основные особенности белой чайки биологически это высокая продолжительность жизни, это низкий потенциал скрытвост, об этом мы еще поговорим, это высокий трофический уровень, это приуроченность строго определенным морским биотопам. С одной стороны вот эти особенности, с другой стороны уязвимость ее по отношению к потеплению, климата, его эффектам, уязвимость к нефтеному загрязнению, это отдельная тема, почему она более уязвима, чем какие-то другие чайки. это высокая уязвимость загрязнения окружающей среды и высокого трофического уровня, это ряд особенностей ее гнездования, которые делает ее уязвимой по отношению к беспокойству, естественно, к отчуждению места обитания. И вот с одной стороны чувствительность к антропогенным факторам, с другой стороны особенности биологии делает ее неплохим видом индикатором. И она была внесена наряду с еще девятью видами морских птиц в список Министерства природных ресурсов, который в 2016 году выпустил перечень видов биологических индикаторов в состояние морских арктических экосистем. и в серии атласов Роснефти вышел экологический атлас по этим видам, начиная от водорослей и заканчивая млекопитающими. Там есть статья по белой чайке. То есть это вид индикаторов. И теперь конкретно о тех исследованиях, которые удалось провести целенаправленно с 2006 года и крайний раз специализированная экспедиция по изучению белой чайки состоялась у меня в прошлом году, в 22-м. Вот это общий регион, который удалось посетить, начиная от Штильбергена и весь российский ареал белой чайки в нашей Арктике. Здесь картиночка, которая говорит о том, что были применены самые различные методы наблюдения наблюдательной платформы, начиная от ледоколов и вертолетов, тяжелых вертолетов Ми-8, заканчивая благодаря современным условиям использование даже вот такого малого парусно-моторного научно-экспедиционного судна «Альтер-Эго», наша научная яхта, и с ее ботом тоже были сделаны некоторые открытия белой чайки, традиционные учеты наземные, в последние годы соответственно уже использованы дроны, фотоловушки, а пока фотоловушек было не так много, мы использовали камеры, которые нам предоставляли норвежские коллеги, американские камеры, разработанные на базе обычного фотоаппарата с хорошей оптикой, и надо сказать, что очень большую информацию нам дал метод опроса, потому что вид приметный, если она есть, ее трудно с кем-то скрыть, и она живет в тех местах, куда не всегда доберешься, но во многих местах есть полярные гидрометеологические станции, и коллеги мне прислали очень много ценной информации, и я проводила анкетирование и среди туристов, и в общем самым разнообразным методом удалось собрать более-менее адекватную информацию, это что касается учетных данных, данных распространения в реале, также применялись и более продвинутые, и классические методы, позволяющие уже изучать биологию, это начиная от традиционного кольцевания и морфометрии, трофические связи изучали диетологическим анализом, изотопии последние два года, изотопную трофическую нишу, поскольку вид тяжело поддается наблюдениям с помощью традиционного кольцевания и вообще наблюдению, применили телеметрию, это была первая морская птица Арктики, на которую, насколько мне известно, на которую поставили спутниковый передатчик одновременно в России, Норвегии и Гренландии. В последние годы мы ставили GPS-трекеры, подключена, конечно, была и молекулярная генетика, в последние годы внедрили гематологические, цитогенетические методы, токсикология, анализ собрежания загрузняющих веществ, и сейчас проходит первое паразитологическое исследование в ММБ и коллекции, которое я привезла. И что мы имеем? Проблема номер один – это климат, потепление, сокращение ледневого покрова. Это данные моделирования, это средняя кромка льда примерно где-то в нынешние времена, и грозятся, что после 50-го года Арктика станет вообще сезонно свободной ото льда. То есть вот этот блинчик в середине со штриховочкой – это то, что он может таять. Это зимний лед, а лето может совсем не быть. То есть переход к сезонно ледовитому состоянию. На самом деле это большая катастрофа для фагофильных видов, и приходится адаптировать. Белые медведи прослежены, что они могут проплывать, преодолевать водную преграду порядка 600 километров для того, чтобы достигнуть кромку льда, которая отошла слишком далеко к северу. Белым чайкам хуже, поскольку летом, когда они гнездятся и кромка уходит на север, в общем, они не могут позволить себе такую роскошь следовать к ней, потому что надо гнездиться, и более того, они плавать любят сильно меньше, чем белые медведи. То есть проблема для них достаточно серьезная. Нужны им вот такие условия, потому что она погофилия Эбурнея. Для начала мы провели ревизию ареала, потому что, как я сказала, в сведении было очень много некритически проанализированных, много мифов, много перецитирований, более ста источников. За 125-летний период наблюдения в России первые белые чайки были обнаружены, свидетельства о них идут северные войсеры. Земли Франц-Осипа, первооткрыватели архипелага, это 1880 год, первое упоминание о гнездовании белой чайки. И вот за весь этот период я проанализировала все доступные источники, какие-то колонии мне удалось найти самой, какие-то закрыть. И здесь данные соответствуют красненькие, это подтвержденные условно современные колонии, существование которых подтверждено после 1980 года. что здесь примечательно? То, что сведения из литературы, из научной литературы, надо сказать, о гнездовании белой чайки по всей Новой Земле, в том числе на Южном острове, гнездовании ее на Новосибирских островах, на острове Брандена Гераль, при тщательном проверке, при тщательном контроле проверку не прошли. То есть это все были недостоверные источники, и она там никогда не гнездилась, по крайней мере, в тот период, в течение которого эти источники указывали на ее гнездование. То есть мы сократили ареал вида Российской Арктики вдвое. здесь также черные точки тоже много указаний было, которые мы не сочлая достоверными. Вот такая картинка. Получается, что ареал был учащен, сосредоточен на высокоширотных островах западного сектора Арктики, то есть от самого западного острова Российской Арктики, острова Виктория, до восточного берега Северной Земли. Дальше ареал уходит на Спитцберге. Это вот такое картографическое отображение. Что касается условий среды, к каким условиям среды приурочен ареал белой чайки, гнездовом, гнездовом ареале. Если все точечки когда-либо существовавших колоний положить на карту районирования по ледовым условиям, которые провели специалисты Антарктического Антарктического Института, то получается очень хорошее соответствие, что белая чайка гнездится вот в этих районах. Раз, два, три. Здесь островов нет, раз, два, три района Карско-Барнецеломорского региона, которые характеризуются, это однородные ледовые районы, то есть они характеризуются сходным ледовым режимом акватории и сходным и самым суровым режимом акватории, с самым продолжительным периодом ледостава, и что самое важное, лед здесь сохраняется на протяжении всего лета. То есть вот такое хорошее соответствие реанимирования абиотического и местоположения ареала погофильного вида. Потом с коллегами из отдела ледового режима и прогнозов мы провели статистическую обработку данных опять же по ледовому режиму и долго подбирали за какой период выбрать данные ледовые и гипотеза была такая, что поскольку чайке нужен лед на протяжении всего времени, когда она кормится, то критически может оказаться конец лета, когда она привязана еще к гнездовым колониям, когда она должна выкармить птенцов, то есть она не может, она должна, она выступает как center place fordger, то есть вид, который, у которого есть центр, куда он должен вернуться, то есть кормовые разлеты которого связаны с каким-то центром, центр – это гнездо, то есть она не может улетать слишком далеко от гнезда, потому что будет энергетически невыгодно возвращаться с кормом, и поскольку в течение лета кромка льда отступает на север, и август это еще тот месяц, когда чайка заканчивает гнездит, она, последние птенцы поднимаются на крыло в начале сентября, а лед все сокращается, сокращается, минимум льда это середина сентября, то есть вот конец гнездования белой чайки, самое северное положение кромки в этот период, наверное, это будет узким моментом, так оно и получилось, мы нашли хорошее соответствие для российской части ареала, опять же, где белая чайка гнездится на земле, на плоскости среди морских льдов, на островах, где часто нет ледников, это вот эти вот острова, где ледников нету, и ее южная граница ареала очень хорошо аппроксимируется среднелетним, многолетним, максимальным распространением морских льдов в третьей декаде августа, то есть в конце лета на момент подъема птенцов на крыло во всем ареале белой чайки более-менее какие-то льды присутствуют, у нее есть кормовой биотоп, вот это вот обоснование южной границы ареала, это осреднение на тот момент за весь период данных с 30, ну, именно сравнимых данных с 33 по 2007 год, то есть средне-многолетние показатели это показатели, формирующие ареал, а дальше если осреднить показатели уже в эпоху, которая вступила в потепление на тот момент с 93 по 2007, мы увидим старая граница вот она перерисована в той картеночке, то лед стал отступать и соответственно его концентрации более тяжелые доходят на север и сама кромка тоже отступила и что мы видим что в зоне где кромка сместилась начались проявляться неблагополучные тенденции в колониях белой чайки то есть вот эти вот белые крестики на черном фоне это колонии которые покинуты которые существовали ранее и которые перестали перестали существовать то есть по краю ареала по южному краю ареала в связи с нестабильными ледовыми условиями потеряла стабильность и гнездовая популяция то есть стала формироваться пульсация ареала то есть участились пропуски гнездования и некоторые колонии оказались покинутыми Это вот, собственно говоря, визуальное наблюдение и анализ, ареологический, картографический анализ. Что нам дали данные Меченья? И несмотря на то, что мало возврата, мы продолжаем по возможности массово кольцевать белых чаек, в том числе цветными индивидуальными кольцами. И что нам удалось получить с помощью телеметрии? Что мы узнали о конкретного, о миграциях, перемещениях и конкретно морских биотопов уже инструментально подтвержденным распределением ТИПС? Ну, самое замечательное было это, когда мы смогли составить уточненную такую функциональную карту ареала, благодаря усилиям всех наших коллег из всех четырех стран. А что мы получили для России? Когда мы поставили спутниковые передатчики на земле Франца Иосифа в 2007 году, 10 кличек всего лишь, то из соседних гнезд одни птицы полетели зимовать в Северную Атлантику, а ее соседка полетела зимовать в Тихий океан. То есть, и также сделали птицы из всех других колоний, кроме канадских. То есть, птицы из Шпицбергена также зимуют в двух океанах, птицы из Гренландии также зимуют в двух океанах. Более того, птицы гренландские, шпицбергенские, зимние французские, перед тем, как полететь в Атлантику, делают крюк и прилетают к нам в центр Сибирской Арктики на откорную гнездовую. И получилось, что наша часть сериала, она не только поддерживает наибольшую гнездовую популяцию, но она поддерживает еще и существенно большую популяцию в после гнездовой сезон, когда здесь на откору появляются птицы из большинства других колоний. Канадские птички ведут себя изолированно. Они вот пока что показаны, что они летают только вот на зимовку обратно, к нам они не прилетают. Более того, передатчики на солнечные батареи, которые ставили в Гренландии, показали, что у них нет привязанности к местам зимовки, как это бывает у ряда птиц. И одна и та же птица может полететь одну зиму в Тихий океан, другую зиму в Атлантику. Я это интерпретирую таким образом, что когда они после окончания гнездования выходят на ледовую кромку, примерно вот в этот район, то им практически по расстоянию примерно одинаково, что вы сюда летите, что сюда летите. И она просто двигается. Чайки, у них нет такой выраженной направленной миграции, как у гусеобразных, там они у журавлей. Они мигрируют путем перекочевок, просто немножко увеличивается темп и пролетаемые расстояния. Все равно это перекочевки. И они этими перекочевками, они вот куда, грубо говоря, душа легла, в какую сторону, на запад или восток. То есть по расстояниям в правильной проекции это примерно одно и то же. Вот такая вот система миграции была выявлена, сдокументирована, инструментально сдокументирована и функциональная карта Реала. Она сказала, что открытие в том, что птицы из российской Арктики, из колонии, могут лететь и в Тихий океан, и в Атлантику, в принципе, из Реала российского. Открытия в этом не было, потому что даже данные, скудные данные традиционного кольцевания позволили, опять же, Павлу Станиславу Тамковичу опубликовать статью под анализу кольцевания, когда птичка с острова Виктория, окольцованная Викторией, была найдена потом погибшей то ли в Охотском, то ли в Беринговом море, то есть в Тихоокеанском ареале Зимовки. Факт этот был, непонятно было, сколь он распространен, артефакт это или закономерность. Вот инструментальные методы показали количественные характеристики для такой системы миграции. Ну и вот, и ареал, гнездовой ареал Белой Чайки совершенно точно документирован в настоящий момент, и в исторически обозримой репроспективе сугубо приатлантической, то есть это высокоарктический приатлантический миг. Далее провели генетический анализ. Были собраны материалы ткани чаек из всех колоний, из всех, мы называем их, популяции, но это популяция не в биологическом смысле, это популяция с точки зрения менеджмента. Канадская, бренландская, шпитбергенская, российская. Из всех проявленных были собраны материалы, проведены генетические анализы, выявлено, что, причем с очень высокой степенью достоверности, по микросателлитной ДНК, по митохориальной, что мировая популяция Белой Чайки представляет собой единую паналектическую популяцию. Несмотря на такие вот расстояния, не было выявлено структурирование популяции благодаря удаленной дистанции, потому что в паналектических популяциях наблюдаются, например, эффекты, когда чем дальше, тем все-таки обмен генами меньше, чисто по механически, по расстоянию. Здесь даже этого не было выделено, и на генетическом материале показан эффективный обмен генами на расстоянии почти что 3000 километров, то есть это расстояние максимального удаления имеющихся колоний. Это генетика. И при этом прямые наблюдения, подтверждающие обмен гнездящимися особями между разными колониями, крайне скуден остается. Для Белой Чайки характерна смена мест гнездования, то есть особенно для определенных места обитаний, для колоний, расположенных на больших островах на равнине, они из года в год меняют свое местоположение, но не хаотично, а, как сказал Сергей Павлович Харитонов, назвал это явление, у них многодомные поселения. То есть есть какая-то сеть колоний, между которыми они перемещаются. То есть ты приходишь, у тебя птицы в этом году не гнездятся, но ты видишь там старые гнезда, они здесь были, и через несколько лет они снова туда вернутся. То есть вот это вот отсутствие строгой лиздовой филопатрии у взрослых птиц, оно демонстрируется, с одной стороны, оно демонстрируется при немноглудении, с другой стороны, существуют колонии, прослеженные десятилетиями на одном и том же месте. Другое дело, что не всегда понятно, какие там птицы. Ну и кольцевание подтверждает нахождение птиц, окольцованных в этой колонии, спустя 10-15 лет мы ловили птиц, окольцованных в этой же гнездовой колонии. То есть вот это вот система, скажем так, такого полиморфного отношения, полиморфная филопатрия, или там разнообразная филопатрия. То есть генетик говорит, что они все могут перемешиваться, при этом вот здесь показаны данные прямых наблюдений, когда у нас чайка, окольцованная, гнездящаяся в 19-м году на острове Уединения, в 22-м она у нас внедлилась на острове Виза. Это вот прямо вот для нашей Арктики, это единственный случай четко сдокументированного гнездового перемещения, гнездящейся птицы. А самое дальнее перемещение, ну, птица, окольцованная, неясного статуса, встречена в других странах, есть между землей Франции Иосифа и Гренландии, там статус непонятен. А здесь у нас была встречена птичка на острове Виза, которая была окольцована в Гренландии. В 2009 году в Гренландии, в 2019 году на острове Виза. Она гнездилась у нас. Когда я запросила французских коллег, которые кольцевали в Гренландии, птицы, говорю, ой, да, да, это наша птица, вот, значит, ее там данные, говорю, она возгнездилась. Сейчас посмотрим. Ну, мы ее поймали не на гнезде, а на свалке рядом с колонией. Я говорю, хорошо. Ну, у нас там не все кормили. Говорю, хорошо, вы на седное пятно посмотрели. Ой, говорит, а у этой птички не посмотрели. Ну, обычно мы всех сможем, а вот у этой не посмотрели. Но у нас все зато гнездились. Ну, вот, и, к сожалению, этот вопрос подвиск. То есть мы не можем четко сказать, что она не гнездилась. Вероятно, она там гнездилась. Но стопроцентной длинности нет. Но, тем не менее, вот такое перемещение. Даже традиционно, кстати, вот этот. Вот этот гренландский визитер, а это наша птичка с уединения. То есть единая панематическая популяция, что свидетельствует о том, что, ну, и, опять же, донором птиц для станет менее многочисленной популяцией, по-видимому, должна являться российская популяция. И это тоже, на самом деле, для морских птиц случай такой примечательный, поскольку, несмотря на свои очень высокие способности к перемещению, свою крылатость, это совершенно не означает перемешивание. И у подавляющего большинства морских птиц, которые совершают очень протяженные миграции и совершенно колоссальные качевки, оказывается очень строгая привязанность к гнездовым колониям и очень высокая структурированность популяции. То есть вот такое вот противоположное как раз два, две возможности. То есть высокая миграционная активность и строгий гнездовой консерватизм. Здесь вот такая вот ситуация, с которой нужно дальше продолжать наблюдать, потому что, ну, все-таки интересно, как они на самом деле между собой взаимодействуют, потому что, ну, генетика – это не абсолютная, это не истина в последней инстанции, мы тоже все это прекрасно понимаем. Что нам показали те же материалы дистанционного прослеживания о конкретных льдах местопитаниях? То есть мы сказали, что давно известно, что белая чайка – погофильный стенотоп. А что именно? Какие льды ее интересуют? И вот тоже, собрав массив спутниковых данных и GPS-прослеживания со всех птиц, со всех популяций, наша коллективная работа показала, что белая чайка действительно придерживается зоной ледовой кромки, причем лед, она предпочитает лед выше трех баллов, выше 30% покрытия акватории, но больше предпочитает более тяжелый дыль. Совсем немного птиц встречаются на чистой воде вдалеке от кромки, единицы залетают достаточно далеко, но, понятное дело, что преодолевая пространство во время миграции, она вынуждена преодолевать водные програды, потому что непонятно. И в среднем отношении это близко у самой кромки, и предпочитаемые льды все-таки в основном это вот такие достаточно тяжелые 8-больные льды. И в течение года ее предпочтения меняются совершенно замечательным образом, и наиболее тяжелые льды белая чайка предпочитает в летний период, и ближе к разреженным льдам она держится зимой, что может быть связано с тем, что зимой она боится, не уходит более глубоко в ледяные массивы, поскольку температура зимой все-таки низкая, и те трещины, разводья во льдах, которые есть, даже в тяжелых льдах, которых она летом пользуется, они зимой очень быстро замерзают, и она может потерять доступ к ним. То есть вот теперь мы знаем количественные характеристики тех льдов, и можем, скажем так, более обоснованно прогнозировать состояние ее популяции в связи с изменением ледяного покрова. Лед. Как я сказала, лед влияет на белую чайку не потому, что она там, то есть морской лед – это среда кормовая, кормодобывания. То есть белая чайка там, она, конечно, может отдыхать на этих льдинах, может там какие-то формы поведения, но главным образом – это кормовая биоту. И ледовое условие влияет на доступ ее к кормовым ресурсам. Как вот я уже повторяю картиночку, где основной способ корма – добывание. Как мы изучали диету, мы собирали отрыжки гнездящихся птиц, которые принесли корм при отлове, они спонтанно срыгивают. Добыча иногда около колонии находится. То есть это по добыче, которая принесена пинцам. И белые чайки продемонстрировали в летний период, по крайней мере, продемонстрировали практически исключительную ифтеофагию. Добывали они вот таких вот рыбок. Они козистые, потому что она уже у нее в клюве побывала. Это сайка. Основная добыча белой чайки – это рыба сайка. Полярная тресочка, семейство тресковое. Тресковая, небольшая рыбка, которая также очень тесно связана с морскими ледовыми местообитаниями. Она, в частности, она не листится подо льдом. И край не развивается на нижней стороне льда. В дальнейшем, в ходе антогенеза, эта рыба может встречаться и на открытых акваториях. Но начальная стадия развития связана тоже с ледовыми экосистемами. И по кормению рыб, которыми чайки хотели кормить своих детей, они были длиной 8-13 сантиметров и возраста 1 плюс, 2 плюс, может быть, 3 плюс года. И никакой другой рыбы мы у них в открытых не нашли. В зимовках они ловят и анчоусов, и других михтофит беспозвоночных. В очень небольшом количестве были ракообразные, темисты, но в 98% пищевая проба содержала рыбу. И вся эта рыба была сайкой. То есть такая, получается, трофическая, очень серьезная зависимость от этого также ледового компонента эфтеофауны. Что именно сайка, как влияет, скажем так, ледовое условие, кормовая база на успешность размножения белой чайки? Вот ситуация, прослеженная в течение двух полевых сезонов, двух летних сезонов, 2020-2022 год на острове Лизы. И понимание зависимости нам дает сравнение с другим видом. Моевка – это гораздо более широко, это самая массовая морская чайка в мире. Она более широко распространена, она глядится и в Субарктике, и в Высокоширотной Арктике. И у нас как раз колония в одном месте и белой чайки, и моревки. 2020 год был крайне неудачным для белых чаек. Раннее вскрытие припая, раннее освобождение, очищение акватории от льда. И где-то в середине, в начале июля вскрылся припай, и к середине июля все гнезда были брушены. То есть она начала гнездиться достаточно хорошо. В конце июня, мы приехали чуть попозже, в начале июля были уже единичные гнезда. И в середине июля последнее гнездо опустело. Они все побросали и улетели. Моевки, которые гнездились в 200 метрах, успешно вывели потомство. У них было в гнездах, у многих было по три яйца, некоторые смогли поднять трех птенцов на крыло. Все хорошо. 22-й год. Средние сроки вскрытия припая. Ледовитость прямо средняя за длительный период, то есть чуть ли не как в старые добрые времена. В течение всего гнездового периода лед был в доступности кормовых разлетов. Очень хорошее дружное раннее гнездование. Высокая численность по нынешним меркам. Наличие трех яйцевых кладок. Как у Моевки, так и у Белой Чайки размер кладки недетерминирован. В зависимости от кормовых условий они могут откладываться от одного до трех яиц. Если у Белой Чайки, у некоторых особей есть три яйца кладки, то это означает, что предгнездовой сезон, начало гнездования просто было супер по кормежке. Вот были трех яйцевые кладки. Птенцы поднялись на крыло, было их не очень много, об этом мы скажем позже. Успешный сезон гнездовой. А у Моевки одинаково, что в 20-м, что в 22-м году. Пронализировали питание и Моевки, и Белой Чайки. Обе их теофаги, оба практически монофаги. Обе практически питаются только сайкой. У Моевки было найдено один бычок, но остальные 90 с гаком процентов проб состояли из сайки. То есть и в 20-м году, и в 22-м году сайки было достаточно. Просто Моевка, чайка пилогическая, которая кормится активно и эффективно в открытом море, она спокойно смогла обеспечить и себя, и своих птенцов сайкой из открытого моря. А Белая Чайка смогла это сделать только тогда, когда был лед. То есть корм физически присутствовал, но доступность его была совершенно разная для пагофильного вида и для вида открытой акватории. А можно уточнить? Да. А Белая Чайка вообще не ныряет? Она может ударное нырение, то есть если она слегка видит рыбу, она может… А, уже не ныряет? Да, да. Ну, скажем так, ударно погружает первую половину, как крачкин, да, может. Вот, это сырые данные, они находятся еще на обработке, поэтому картинка такая вручную. Поставили мне GPS-трекеры в 2022 году. Вот это кормовые разлеты Белых Чайок в успешный год. Максимальная дистанция от лета от гнезда, вся они гнездящиеся от гнезда, составляла где-то 60-80 километров. То есть они могут себе позволить такие дистанции, в принципе, но если там хорошие. И я показала условную кромку, да, просто у меня сейчас говорят, что еще данные, поскольку в обработке нет наложения, то есть видно, что они все кормились в ледовой зоне. Это первые данные, то есть это впервые мы поставили GPS-трекеры на этих птичек в российской Арктике. Это первые инструментально полученные на количественные данные вообще кормовых разлетов этих птиц и о тех биотопах, в которых они кормились. А это разлеты Белых Чайок в 2022 году, в неуспешный год. Мы поставили 7 трекеров, но с радиопередачей все птицы бросили гнезда, и меченые, не меченые, как я сказала, все улетели. Несколько дней они посигналили, мы приняли сигнал на антенну, и они все держались около острова, пока там был радиолокационный снимочек, остров Пиза, вот это вот припай, а это чистая вода. Вот они все сидели на припайе около острова, пытались там что-то выдергать из этого льда, не очень, по-видимому, удачные, хорошие были условия для кормования. Как только припай скрылся, они все бросили, все улетели, все. И одна птица подарила нам просто подарок, она две недели скиталась, бог знает где, но потом вышла нигде, потом прилетела попрощаться с разным домом, скинула нам по радиоканалу передачи и улетела на зимовке. И вот за 16 дней она пропутешествовала от острова Пиза, вот пока был припай, скрутилась, 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 припай разрушился, и она улетела в Серебряную полюсу, она улетела в бассейн, в открытый, в арктический бассейн, вот 100-кинометровая линейка здесь, несколько сотен километров. И она ушла на кромку хороших тяжелых льдов покормиться. Дальше было еще интереснее, она завернула, перед тем, как вернуться на остров, она завернула на остров Комсомолец. И судя по анализу ее перемещений, она нам показала, где там еще находится колония белых чая, наверняка. То есть про одну колонию мы знали, мы ее нашли в 2007 году, и она вылетала на сушу, сколько-то дни держалось в одной точке, в другой точке. И мы расцениваем, интерпретируем это поведение, как посещение колонии своего вида и знакомство с условием гнездования для оценки возможностей, собственно говоря, этого места обитания, как потенциально гнездового. После этого она снова слетала на кромку льда, по виде лунокармижек, прилетела сюда, посмотрела, что здесь все плохо, и налетела на зимовку. И вот ее выбранные как раз точки перелетов около Северной Земли, вот архипелаг Северная Земля, беленький такой. Вот она, кстати, когда летела, она пропустила вот эти вот отдельные куски льда, и она ушла на хорошие льды, и более того, вот она держалась здесь на кромочке, вот в этом районе. Это тоже снимок спутниковый ледовой. Что примечательно, это не просто кромка льда, она вышла, пройдет, потому что здесь, мы скажем так, льды были в другом месте тоже. И она вышла на поближайшем расстоянии, в то место, где кромка льда совпадает со свалом глубины. То есть, и эта картиночка показывает встречи белых чаек из разных колоний, тоже здесь и российские, и гренландские, и шпицбергенские. И за все годы наблюдений, когда они летали с аргосовскими передатчиками, в сентябре месяце. И данные наших судовых учетов еще, эти точечки. И очень характерно, вот их, собственно говоря, район Нагула после Днездолова. Вот этот вот район, здесь не видно из-за света, вот здесь проходит кромка льдов в сентябре максимальных, а это кромка льдов минимальных. То есть, вот в этом промежутке изменчивого положения зоны ледовой кромки в сентябре месяца, которая совпадает со свалом глубин. Что такое свалом глубин? Это бровка континентального шельфа и резкий перепад к обессальным глубинам. То есть, это как раз тот район дна океана, вдоль которого распространяются атлантические воды. То есть, вот Атлантика заходит, теплое атлантическое течение подходит к западу Шкицбергена, погружается, как мы помним, погружается на дно, и теплая атлантическая вода вдоль этого склона течет на восток. И несет с собой атлантический сигнал, тепло, которое даже при тяжелых удовольствиях, все равно, вы помните, маленькие красные склозки, все равно это тепло каким-то образом в каком-то объеме поступает, прогревает. Более того, эта водная масса несет с собой еще планктон. И, как показала очень убедительная докторская диссертация Ксении Николаевны Кособоковой из Института океанологии по зоопланктону, это вот эта вот зона максимальных биомасс зоопланктона, в том числе, а это, опять же, основа цепочки дальше. И получается, что птичка, которая даже на воду не садится, которая летает над льдами, она нам показывает местоположение наиболее продуктивной зоны этой части Северного Ледовитого океана. То есть это поступление Атлантики, ледовая кромка сама, зона тоже способствующая формированию биологической повышенной продуктивности. И вот сочетание свала глубин и зоны ледовой кромки – это оптимальный послевнездовой биоток для нагуля белых чаек. Так, это технический слайд. И, собственно говоря, интегральным показателем состояния популяции, конечно, является численностью, даже не численностью, а динамика численности. То есть если популяция как-то флуктурирует вокруг какого-то среднего уровня, она стабильна, снижающаяся численность в Европе в неблагополучном статусе, но растущая о каком-то процветании. Вот что нам удалось собрать. Это на момент до 2012 года. Что характерно для белой чайки? Это разные цвета, разные острова. Вот они помечены разным цветом. Данные, как вы видите, обрывочные. Нам удалось проследить, в России на самом деле находится колония, судьба которого прослежена в наибольшем продолжительном ряду всех данных в мире. С 1931 года, когда был открыт этот остров и обнаружена колония, до нынешнего времени. То есть получается 90 лет уже в витальных случаях. Собирали данные по крупинкам. Это юники первопроходцев, какие-то заметки работы Андрея Волкова и норвежских коллег. Это вот мои работы. И что характерно, вот это вот совершенно скачки численности. Причем десятикратные амплитуды и максимально-минимально могут сменять друг друга в соседние годы. То есть учитывать вид с такой демографической нестабильностью очень сложный. Тем более давать общие оценки популяции и тренды. Попытались интерпретировать, почему вот эти вот совершенно выдающиеся скачки между годами. Нулевая гипотеза, то есть это материал вот по этой ключевой колонии острова Домашний. Находится он на краю так называемой западно-северо-земейской полунии. То есть вот голубенькая – это полуня, а беленькая – это все будет лед весной. И гипотеза была такая, что для того, чтобы принять решение гнездиться или не гнездиться, птица принимает его на основе состояния своих энергетических запасов. То есть чайки нагуливаются непосредственно перед откладкой яиц, и если она накопила достаточно жировых резервов для того, чтобы обеспечить нормальное существование своего организма и отложить яйца и приступить к инкубации, она выходит на гнездование. Если она весну провела в проголодь, то как долго живущий вид в малопредсказуемых условиях Арктики, она лучше пропустит гнездование, сохранит свой ресурс на свои последующие 30 лет возможного гнездования, чем она отнесет одно яйцо и погибнет от истощения. И также пытались проанализировать различные данные ледовых условий в трех гнездовой период и вышли на такую закономерность, то есть как суррогат доступного местообитания для добывания корма в суровых условиях Карского моря, которое сплошь покрыто льдом в апреле-майе, то есть там слишком много льда для беда-чайки даже, и добывает она корм, там есть разряжение, то есть полынья. То есть размер полыньи мы приняли за размер кормовых угодий доступных. А полыньи – это такие штуки, которые один год развиваются, другой год в этом месте может не быть полыньи. И все зависит от преобладающих ветров. То есть они формируются, когда ветер отгоняет лед от берега. На следующий год ветра будут преобладать в другом направлении, и они захлопнут этой полыньи. И получилась, да, действительно такая, на мой взгляд, достаточно красивая картинка. Площадь полыньи во второй половине мая. Вторая половина мая – это вот начало, у Леногула мы пришли, месяц она нагуливается перед тем, как начали издаванию. За этот месяц она должна наезд. Во второй половине мая площадь полыньи сильно колебалась, и численно чая. И получилось, что если площадь полыньи меньше какого-то порогового значения, а именно меньше 10 тысяч квадратных километров, слишком маленькая полынья, то и, соответственно, очень немногое количество чая самых эффективных охотников может добыть там корм и выйти на внезадавание. То есть маленькая полынья приводит к провальной численности на колонии. Если полынья большая, то там зависимых нет, и зависимость пороговая. Если размер полыньи выше пороговой, то дальше могут уже какие-то другие механизмы встречаться. Например, слишком большой снежный покров, он просто поздно сходящий, долго лежачий, он препятствует тоже гнездованию чая. То есть получилось, что, опять же, кормовой ледовый биотоп дает возможность накопить жировые резервы или не дает выйти чайке на размножение. То есть веселье условие влияет не на численность гнездовой популяции, а на долю популяции, которая смогла выйти на размножение. То есть по-английски называется building propensity, по-русски я не смогла… Вовлеченность, вовлеченность размножения. То есть это не значит, что человек стало меньше, что они умерли, и популяция сократилась. Сократилось число гнездящихся особей в этом году. И также веселье условие кормовое влияет на размер кладки. Три лица – это индикатор очень хорошего гнездования. Насколько я знаю, что, по-моему, есть колонии, где никогда не наблюдались такие крупные кладки. А дальше ситуация может снова измениться. Была хорошая весна, а дальше лед ушел. Весна была хороша, гнезда сделали, яйца отложили, сели насиживать. Лед унесло. Чем кормить детей? Детей кормить нечем. Летние условия влияют на успешность размножения. То есть то, сколько вылупится птенцов и сколько их поднимется на крыло. И таким образом белые чайки, как долго живущий организм, пытаются реализовать максимальный репродуктивный потенциал. То есть много птиц выходят на размножение, они откладывают максимальные кладки, пытаются поднять максимально большое количество птенцов. Но какой-то вдруг хорошо, вдруг успешный год, который наступил, в эти хорошие условия они пытаются реализовать максимально свой потенциал. То есть у них сроки ранние чаще всего бывают, не сдавая численность высокого, увеличение, размножение, размер кладки. Это определяется предназначенным сезоном. Она вписывается в окно оптимальных возможностей. Этот термин я позаимствовала у эфтеологов, он мне очень понравился, потому что он долго живет. Потом это окно закрывается на несколько лет, и она просто сидит и пропускает, ну, она не сидит, она летает, разумеется. И она пропускает размножение, она может пропускать размножение несколько лет подряд. Дождаться этого и не мелочиться, не пытаться отложить какое-то яйцо и не поднять потом птенца. Наступает хороший год, и она снова по максимуму пытается реализовать свой потенциал. Если в течение сезона наступили неблагоприятные ситуации уже в середине сезона, лед ушел, экстремальные погодные условия, в связи с потеплением в Арктике стали дожди выпадать. Раньше там выпадал лед, там только снег, сейчас бывают ливни, мокрый снег, шторма. И зафиксированы, были статьи, зафиксированы 100% гибель вылупивших птенцов, если неудачно зафол шторм. И в течение инкубации в экране может наступить редукция вылупа в связи с изменившимися условиями. И в итоге из трех лицевой кладки будет два пуховых птенца и еще меньше поднимется возобнажение. То есть стратегия использования окна оптимальных возможностей и редукции выводка. То есть в том числе и редукция за счет поведения самих родителей, которые бросают кладки, чтобы сохранить свое здоровье. И это вот ситуация, характерная для, скажем так, обычных средних условий Арктики до наступления потепления климата. Потепление климата добавило новые риски, новые факторы. В двух словах, о реале с точки зрения хищников. То есть нужно лед, чтобы кормить птенцов, но нужно еще зафитное, то есть кормовое местообитание, зафитное местообитание. Белые чайки гнездятся только на островах, как видно. Гнездятся либо на суше, зелененькие все кружочки, либо в горно-скалистые местности. И вот такой интересный анализ тоже я провела ареологически. Штриховка – это районная распространение, это ареал песца. Любые штриховки, либо крестиком, либо просто полосочки – это ареал песца. Но здесь достаточно много леммингов, и численность песцов, особенно до всех этих перестроек, она подвергалась таким известным циклике вслед за цикликой леммингов. На островах леммингов сильно меньше песцов, сильно меньше, но они есть, но у них нет… здесь не размножаются. На этих островах песцы встречается только на хачевках. Здесь они уже не размножаются, здесь и леммингов, на этих островах и леммингов нету. И получается, что белые чайки, во-первых, и гнездовой ареал не заходят в ту зону, где многочисленные лемминги и песцы являются значимой компонентой хищников. Там, где есть лемминги и размножаются песцы, белые чайки уходят на скалы, а вот там, где нет леммингов и песцы не размножаются, там белые чайки позволяют себе гнездиться на земле. То есть перед песцом они беззащитные. То есть они выбирают районы с гарантированной низкой численностью основного хищника, песца. И там, где его нет, а там они же могут гнездиться где угодно. На пляже, на льду, в тундре. И высокая пластичная в деталях. Основная цель – защита от наземных хищников. Это ситуация до вот этого современного потепления. Основной хищник для белой чайки был песец. Белый медведь. И опять же, вот смотрим, как распределялись колонии. И в России доминировали колонии на плоскости, на равнине. А в зарубежной Арктике, хотя там леммингов нет, но песцов там сильно больше, чем на наших островах. И песцы, и там скалы доступны, в смысле, скалы доступны для песцов. То есть они уходят совсем в горы, потому что песцов там сильно больше. То есть российская часть реала отвечала с тем, что белые чайки внеделись на равных. Вот на таких маленьких островах, которые доступны для медведя, но не привлекательны для песцов. Вот это основной биотоп. А это в зарубежной Арктике. А что случилось, когда наступило у нас потепление? То белые чайки теперь приходится искать убежище не только защиты не только от наземных хищников, но и от неуспешных морских хищников. Потому что сокращение медилового покрова белый медведь, который раньше не обращал особого внимания на колонию белый чай, через которую он просто проходил сквозняком. То есть самая большая колония находилась на тропе белого медведя, который шел в море за мерпой. Вот он идет за мерпой, зашел к колонию, белый чайки, у него низкая агрессивность по отношению к хищникам. Она не так, как крачка. Она взлетела, поорала, откакала его, и все, и не знает, что дальше делать. Но он идет, он слезал несколько кладок по своему пути и пошел дальше. Он не задержался на колонию, не разорял их комнату. Сейчас медведи, многие не успевают уйти со льдами, они остаются на суше, масса проблем. У людей проблемы, у человека тоже проблемы. Они ищут колонию, они съедают их дотла. Белые чайки, что они пытаются хоть куда-то залезть, в тундре залезть мало куда, поэтому они жмутся к брошенным поселениям, строениям человека, занимают вот такие антропогенные места обитания. Медведь приходит, его прогнать оттуда очень сложно, пока он не выжжет всю эту колонию. То есть у меня теперь два хищника. И число, это не число колоний. Вот сектор до потепления зелененький, и вот сектор зелененький уже. То есть вот это нулевые годы, это 2000. 20 лет не прошло, когда на чайке поменяли тенденцию использования бяток. Вот сюда входит. И сильно увеличилась доля, не доля, скажем так, там, где есть возможность, они стремятся. На том же самом острове визе, они гнезли в тундре. Сейчас в тундре несколько пар неуспешных, и все чайки гнезлятся буквально полузакрыто. Закрыто уже. Скоро бы плавные узлы примерно станут. Вот классическая колония, та самая на острове Домашний. Сверхкрупные колонии – это феномен российский. Больше таких численностей я нигде не слышала, не сообщали даже в исторической литературе. Это вот был сибирский оптимум. Начало нулевых годов. Крупные плоскостные колонии. 2000 пар в одной колонии – это столько, сколько птиц гнездит, было на всем Штутбергене или во всей Гренландии. У нас в одном месте они гнездились. Вот они перебрались на острове Визы, на территорию бывшей базы ПВО, как в тундре, так и здесь, тоже до 2000 колоний были. А сейчас вот они в основном предпочитают вот такие местообитания. Но это чревато. Соседство с человеком чревато, потому что если рядом есть действующие полярные станции, то полярники, сотрудники гидрометеорологических этих станций, они держат собак по совершенно понятным причинам. Они, чтобы как-то оградить себя от белого медведя, но они за собаками, за этими не присматривают, не ухаживают, не содержат их должным образом. Они у них на свободном выпасе, они накормлены, но инстинкт никто не отнимал. И вот этот вот чудесный пёс нам вот такую коллекцию птенцов за два часа сделал. Он всё лето продержался, мы его гоняли, он не уходил сам, с нами он не ходил, один он не уходил от станции. И перед отъездом мы зашли в колонию, это фотография с фотоловушки, так что он задокументирован с птенцом в зубах, 36 птенцов задавил за два часа, причём ни одного не съел, ни грамма не отъел, задавленный выброшил. То есть издержки синонтропизации, это дополнительное хищничество от собак, ещё один враг. И вот такая интересная тоже была выявлена особенность, не так много строений, и вот одна из площадок гнездования на территории станции, это был брошенный болок, где части заняли крышу, и сели прямо как шахмат, заняли все эти ячеечки, мы так обрадовались, вот как им тут хорошо на этом доме, и собака верхнюю часть она не трогала, то, что пытались внизу гнездиться, она съедала в течение суток, всё естественно. Но для белой чайки это факультативный гнездящийся вид птиц, для них не характерны в природе такие плотные гнездования, в норме у неё расстояние между центрами гнёзд примерно на скалах поближе, а на равнине где-то первые метра. Больше, конечно, может быть, но редко ближе. И там есть какие-то укрытия, какие-то камни, какие-то… Ну, то есть вот гнёзда не в плиточку. Здесь края гнёзд касаются, никаких укрытий нет, и это естественным образом увеличивает общий уровень агрессии. То есть белая чайка, она в принципе птичка такая агрессивная, скандальная, для неё свойственен каннибализм. Они очень быстро возвращаются на гнездо, потому что если птичка не вернётся, то более, скажем так, менее беспокойная соседка, которая первая села на свою гнезду, она у неё яйца сожрёт. Или росклювет, не успеет сожраться. Вот. То есть и при менее жёстких условиях они разоряли гнёзда, уничтожали кладки конспецифических своих соседей. И при таком вот сверхплотном гнездовании на этой крыше агрессия, уровень агрессии уже, конечно, повышался в период инкубации, когда наседка сидит-сидит, потом что-то её уже всё, её уже всё достает, она начинает просто свою соседку за крыло, или за хвост гнезда втягивать. Просто так. Птица, которая, партнёр, который пытается сесть к своему гнезду и сменить своего партнёра, ему очень сложно попасть, потому что если он чуть-чуть сел в сторону, он попадает на чужой гнездочий участок, начинается полный хор и внущение соседей. Ещё хорит пола, когда вылупились птенцы, у которых нет, не какую-то естественную защиту куда-то спрятаться при какой-то опасности, они делают шаг в сторону, они окажутся на чужом участке, и вот на эту колонию, куда не смогла зайти собака, там своё дело сделали с чайки. Они примерно такой же отход птенцов обеспечили путём внутри видовой агрессии, когда они просто заклёвывали чужих птенцов. То есть мы собрали с крыши тоже несколько десятков трупов, и птенцы, которые поднялись на крыло, они были ранены, часто с повреждённой головой. В общем, вот ещё одна издержка синдонтропезации – это скучность в этих защищённых местопитаниях, это повышенная агрессия. И более того, они не просто убивали птенцов в течение гнездования, не знаю, но после гнездования это мы проследили, когда они расклёвывали и ели труп. То есть каннибализм был и на птенцах. Ну, что касается других антропогенных воздействий, это загрязнение. В частности, то есть белая чайка, она проявляет исключительную способность собрать весь мусор, весь хлам, который есть в округе, чтобы сделать своё гнездо. То есть чё мы там только не находили? Там и проволоки, и канатики, то самое, куски тренировочных штанов, какие-то тряпочки. То есть поскольку они гнездели с синдонтропным в таком местопитании, тогда было принесено всё. Причём это были огромные, огромные такие постройки из этого тряпья. Но принёс мы туда и опасные материалы, такие, как проволоку, пластиковые какие-то лески, провода, нитки. Одна чайка была поймана с лапкой, на которую была намотана синтетическая нитка, и у неё была уже дефект подотеки. То есть у неё уже был отёк на эту ногу. То есть ещё ещё одна угроза. Я уже не говорю про морской пластик. никто не тащит то, что на берегу валяется. А птенцы, то есть это взрослые птицы, они могут запутаться, птенцы могут запутаться, а птенцы ещё начали всё это заглатывать. То есть, когда мы проанализировали желудки, пищевой комок от взрослых птиц, там была рыба и чуть-чуть раков, когда мы проанализировали желудки от той коллекции, которую нам собрала собака, там примерно в 30% желудков были мусор, стекло, проволока, бумага, ткань и пенопласт. То есть он сидит и всё это ещё появилось. Вот это соседство с человеком ни к чему хорошему на самом деле не ведёт. И вот эта картинка, которую была до, уже мы анализировали, это было, я просто повторяю, для сравнения до того, как мы включили факторы, связанные с потеплением. Так, ещё, ещё моментик один. Климатические изменения сами по себе, когда они проходили, климат всегда меняется, сейчас потепление, оно характеризуется более быстрыми темпами. Климатические изменения были всегда, они были более медленные, и организмы чаще всего могли к ним приспособиться, включить иммунную систему и адаптационные механизмы. Сейчас климатические изменения быстрые, к ним прибавляются антропогенные различные воздействия, всё это между собой связано и усиливает друг друга, и уже возникают кумулятивные и комбинированные эффекты, и темпы очень высокие, и поэтому адаптационные механизмы и иммунная система уже скорее всего не справляется. для того, чтобы это проверить, мы проанализировали кровь, яйца, включили методы, которые использовали. Для начала ещё интересный момент, когда мы ловили птичек, мерили их и концевали, потом решили сравнить морфометрию птичек из разных популяций, и получилось, что российские птицы статистически крупнее, чем зарубежных, а популяция панетическая при этом. Но наши птицы оказались крупнее. Это к вопросу о методах. Вывели хорошую формулу, теперь можно по трем размерам пол определить, и доля очень высока, больше 95% определяется пол, очень удобно. Но взяли привели генетическое определение пола сравнение с морфометрией, то есть была работа на морфометрию направлена, а по большим эффектам выяснилось нарушенное соотношение полов. Причем это по всей мировой популяции. Птицы были взяты из всех субпопуляций всех стран, выборки большие, и более того, понятное дело, взрослые птицы включаются механизмы дифференциальной смертности полов. Где-то самки более везли, где-то самцы. У гнездовых птенцов то же самое соотношение с длинной полов. Пока этому достоверному объяснению мы убедительного объяснения не нашли, но на самом деле у птиц в целом смещение соотношения полов в пользу самцов, потому что у человека наоборот, если вы понимаете, и у нас генетическая генетика пола разная. У птиц заговаривалась немножко. Короче говоря, гетерозеготный пол у самцов, а у самок наоборот, да, заговаривались. Короче говоря, генетическое определенное пола обратное человеческому и млекопитающих. самок меньше, чем самцов, и это явно не способствует при том, что они моногамные птицы, это явно не способствует тому, что популяция будет благополучная. Мы взяли у них кровь, провели анализ такой стандартный, мазок крови, посчитали форменные элементы, здесь расписаны лейкоциты, красненькие столбики – это белые чайки, а остальные цвета – это другие птички морские, птички артики, это наши данные для бургомистра и белые чайки, остальные из литературы, синенькие – это чистиковые птицы, а вот розовенькие, красненькие – это чайки. В целом, по разным элементам белая чайка не выбивается, никаких экстримов у нее нет, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше, где-то… То есть это мы сейчас взяли пока базовые параметры дальнейшего мониторинга. Показателем стресса полиэкоцитарной формулы является для птиц соотношение гетерофилов и лимфоцитов. Гетерофилы отвечают за неспецифический иммунитет, и если организм стрессирован, то он отвечает на это избыточным количеством гетерофилов по отношению к лимфоцитам, то есть ресурс на выработку этих клеток перераспределяется в пользу неспецифического иммунитета. И соотношение гетерофилов к лимфоцитам чем выше, тем больше уровень стресса. Поэтому показатели в целом, среди для популяции, белые чайки тоже никаким образом не выделяются и даже, я бы сказала, на нижнем пределе. Но если мы разделим самцов и самок, тут картинка совсем другая. я опускаю, то есть красненьким это те элементы, которые демонстрируют различия между полами, но что самое главное в этой табличке, это то, что показатель общего стресса неспецифического у самок достоверно выше, чем у самцов. То есть по состоянию здоровья получается, что самок у белой чайки меньше, и они более стрессированы. Чем они стрессированы, это предстоит еще выяснить. это гнездящиеся птицы, то есть возможно у них вклад в воспроизводство на этот момент был сильно выше, чем у самцов, но по крайней мере они более стрессированы, может они более нервные действительно сидят друг с гнездом, так сказать. Но вот так, самых меньше, они менее здоровые. А второй параметр, который мы посмотрели, это ядерные аномалии эритроцитов, это тоже показатель неспецифического стресса, некоторые есть закономерности, там количество микроядер считается показателем токсической нагрузки, например. Мы смотрели как микроядра, это красненькая, и так и другие ядерные аномалии, когда при аномальном делении ядерный материал распределяется неправильным образом. И то же самое получили, что как во-первых, для неудачного года 2020 года чуть-чуть больше, чуть выше показатели, чем для 2022 в целом, и также большее количество аномалий, то есть выше уровень стресса у самок, и поэтому показатели также в оба года и в хорошее и плохое, также самки более стрессированы, чем самцы. И еще один показатель здоровья это содержание загрязнителей, смотрели в яйцах, белая чайка оказалась, я не заговорила про высокий трофический уровень, самая загрязненная птица Арктики, и ее уровень ПХБ и ДДТ, это метаболит ДДТ, это пестициды, которые запрещены к использованию 70-х годов в этой части света. Они до сих пор циркулируют в морской экосистеме, до сих пор попадают в пищевые цепочки. Так вот, у белых чаек из всех колоний уровни эти выше, чем у бурганистов, которые до этого считались какомыгрязной птицей в этой части света. И более того, наблюдается ответная реакция. Здесь толщина скорлупы исторических яиц из музейных коллекций до 30-го года, это значит до внедрения пестицидов. Вот разброс. И толщина скорлупы из разных колоний. Это Штепберген, это земля Франции Осипа, это домашние. Вся скорлупа тоньше, чем исторических яиц. И более того, вот этот вот фруксир, это в лабораторных условиях выделенная толщина скорлупы, которая уже может повлечь за собой деформацию яйца. То есть это уже критический уровень. То есть мало того, что они грязные, они уже и также был обнажен признак оксидативного стресса по содержанию витаминов. То есть не все так хорошо. Единственное, что хорошо с загрязнением нашей части света, это цвета и ручь. Потому что вся ртуть у нас благодаря особенностям переноса и источникам она концентрируется в американской артуре. А наши колонии вот они самые низкие, то есть и российские колонии, и шпицберзенские колонии самые низкие уровни содержания ртути, проблема у канадских птиц с ртутью. Это что-то хорошее у нас есть. в завершении пытаемся выйти на общую численность популяции, продолжим мониторинг до 2020 года, это были работы до 2011 года, когда мы строили зависимость популярием. Вот то, что нам удалось добыть в последние годы. Ни разу колония не вышла на уровень рекордов 2000, более того, вот эти полосатые струки, то, что птицы начинали гнездиться, потом все бросали гнезда. То есть птицы на колонии были, начали гнездование, здесь такие явления, здесь успешные гнездования, участились периоды бросания, и общая численность стала меньше, не выходит на те гнезды. И вот что большим трудом по этим обработченным данным попытались какой-то тренд сконструировать, пока без какой-то серьезной мат-обработки, пока еще. Три острова, по которым были данные до самых длинных промежуток времени, вот такая самая аппроксимация дает вот такую вот кривую. Но это количество птиц, которые пытаются гнездиться. То есть здесь прошло 30 лет на самом деле, то есть по-видимому птички, которые здесь гнездились, они уже не дожили. Возможно уже эффект и сокращение численности. Но, конечно, не такой резкий, это пока сокращение особей, которые пытаются гнездиться. Здесь опять же попытка оценки общей численности популяции России, потому что ее я была в 11-м году я ее делала, когда писала диссертацию, коллеги Волков и Декорта делали свою оценку в 90-е годы и для Красной книги 21-го года я была вынуждена дать оценку тоже с большим разбросом. Ну, в общем, получается, что по нашему разумению численность все-таки на уровне уже национальной популяции сокращается. У Норвегии, Канады более статистически достоверные данные, потому что норвежцы 11 лет каждый год на вертолете обследовали большую часть колоний, каждый год. И они статистически достоверно заявляют о 40-процентном снижении численности за 10 лет. Канадцы о 70-процентном за 20-30 лет. Ну, это вот такая схемка, не буду уже обременять у вас лишней информации. Это все, что я рассказывала, просто вот закручена врединная схема для того, чтобы понять все эти сложные связи воздействия на высокоарктический вид современных условий теплеющей Арктики вместе с антропогенным воздействием, как они между собой взаимодействуют, и все однонаправленные негативные влияют на популяцию. Именно однонаправленные негативные воздействия природных и антропогенных факторов приводят в конце концов к краху популяции. И получается, что если белая чайка до этого стремительного потепления климата вписывалась в окно оптимальных возможностей, и не хватало этих редких окон, но хороших, хорошего размера для того, чтобы потеплять популяцию, то сейчас природные окна стали реже, размер их уменьшился, и получается, если образно выражаться, то окно оптимальных возможностей в современном мире для белой чайки уменьшилось и стало этих окон меньше, и на численность влияет, и это сказывается через механизмы сокращения как воспроизводства, так и через механизмы ухудшения здоровья, и, по-видимому, это выйдет рано или поздно на сокращение продолжительности выживаемости взрослых птиц. Это все, наверное. Там еще был слайд, спасибо за внимание. Все, да, извините, что так было. Можно вопрос? Да. Позвольте, я только напомню, что вы повторяли вопрос, когда вы слышно докторе онлайн. Надо громко очень говорить. Нет, я поставлю. Хорошо. Два у меня, если можно вопроса. Один уточняющий по поводу гнездового консерватизма. Я правильно поняла, что только два случая зафиксированы, когда мы можем говорить о смене одной птицы гнездовой колонии, а все остальное просто мы не знаем. Так или нет? Вопрос про документированные случаи смены места гнездования окольцованной птицы. Именно было, что вот эти случаи это то, что у нас в Норвегии на Шпицбергене они тоже наблюдали единичные случаи, когда у них птицы кольцованы на одной колонии и потом наблюдается на другой. Но это все равно локально. А вот так, допустим, она гнездила на Шпицбергене, а потом улетела на северную птицу. Вот такого не было. Была бы гнездовая птица, если бы они на северное пятно посмотрели. Это потому, что всегда базовые наблюдения не выкидывайте, всегда все делайте. Ну, то есть, в общем, данных нет. Насколько все-таки гнездовой консерватизм характерен? Да. Тогда, значит, у меня вопрос номер два. Я правильно понимаю, что общая численность вида аппоксимирована по численности на колонях? Да. А вот болтающихся птиц ведь, ну, то есть, не учить. А, болтающихся каких? Молодых. А, молодых. Не молодых, когда гонсок дает оценку, у них есть стандартный допуск, они, если мы хотим общую численность птицам, прибавляют 30%. Ну, понятно. Ну, не точнее, ничего. Я поняла. Ты не дам? Нет, не упомянула. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Вот вы говорили о том, что вы обследовали колонии, о которых выгнали ранее авторы. Вы говорили, что некоторые колонии были ударные и соленые. А как вы поняли, что чай это не было на мину? Что, тот человек не было на мину? Нет, вы сказали, что вы обследовали колонии на Наром на Земле, на Кравом выяснили, что в сводке птицы России стоит точка внездования на новой Земле на карте и смотришь, на каком основании автор ставит эту точку. И потом начинаешь раскручивать, берешь тот источник, на который ссылается автор. Там выясняется, что он еще на кого-то ссылается. Докапываешься до первого источника, понимаешь, что человек видел там птицу летом. Например, потом, например, плохое знание биологии белой чайки позволяло некоторым авторам ставить точку внездования по месту добычи птицы, просто отстреленная птица с наседанным пятном. Мы видим, что они в период внездования летают на 100 километров, а вот эта птичка, которая слетала к северному полюсу и вернулась обратно, она была с наседанным пятном. Она бросила кладку, у наседанное пятно не заросло, она улетела за 2000 километров, если бы ее там распреляли, ее бы поставили тогда. То есть это информация, которая не доказывает гнездование. А про Геральда в ранее там вообще смешно было, потому что Сао Михайлович Успенский, великий полярный биолог, но он также известен еще как в некоторых моментах, как великий сказочник. И он сослался на наблюдение экспедиции первооткрывателей островов Врангеля Геральд, когда я открыла их дневники, их там не было в этот год и в этом месте. Как он написал я не знаю дальше. Там просто экспедиции их там не было, а он говорит, что они там излили белую чайку. Ну соответственно более поздние наблюдения этот вид там не регистрировали в нездоровый период для милиции. То есть это к тому, что никогда нельзя вторично цитировать, потому что никогда не будет стопроцентной уверенности. Иногда это понебрежности, иногда это какие-то натяжки, когда хочется что-то. Всякое бывает, но нужно всегда хмырить первоисточник. Еще председатель в том, что как вы сказали обследование как чайки, которые уже были, то есть кто относился к залезу товарищу? Не знала, она же сказала нам. Ну если она не будет торгаться на гнездовой участок, чего бы против. То есть там же вопрос в том, что куда. А на самом деле мы у себя видели чаек, которые прилетали вечером, к концу гнездования появились особи с кольцами, с нашими кольцами, которые не гнездились, но то есть мы их ловили в 20-м году, кольцевали, все это мы их не видели на этой колонии, к концу вдруг появились новые кольца. То есть мы расценили это так, что они пропустили размножение, либо мы где-то в другом месте гнездились, это мы точно не знаем, но они к концу сезона прилетели на свое бывшее место гнездования и посмотреть, как тут дела. Но они держались, они в гнезда не лезли, держались рядом, в общем, таких открытых конфликтов, что потому что нам здесь не гнездило прилетело, неважно, главное, чтобы домой не лезли без спроса. Я не понял, почему эта чайка так привязана по льду, она как формится, он стоит на Билы-богу окунает, может ли быть, проявляется символа? Ну, вот там была, я несколько раз показала, сейчас, нормально, это просто на самом деле она может ходить по краю льдины, вот она будет ходить по краю льдины, вот так вот склевывать, там что, она может летать, зависать, склевывать с поверхности, в крайнем случае, если она видит сайку, которая чуть-чуть глубже, она может слегка вот туда чуть-чуть принырнуться, броситься. Да, и нужно, чтобы не быть далеко от воды, чтобы лететь не выгодить. Да, да, потому что она, скажем так, такой способ тоже не самый эффективный, он энергозатратный, да, то есть легкий нужен, чтобы ходить и для того, чтобы, ну, скажем так, ей удобнее со льда собирать, потому что там что-то всегда есть. когда лёд тает, летом, там образуются луги такие, они называются снежницы, и вот в этих снежницах постоянно плавает рыба. Вот идёшь на судне, вот эти лёд, лужа, и там сборка судна эту рыбу лужа. А ещё вот когда они оказываются в размножении, они в северном полюсе и кочуют в своём они кочуют в своём реале, то есть они, опять же, работы Волкова показали, у него было крупнее колонии, больше птицы кольцованы, он показал, что в плохой год кольцованные птицы, которые размножались раньше, они прилетят на колонию, потусят немножко, улетят их, неделю нет, потом снова прилетят, то есть они в своём этом реале они улетают в те места, где больше корма, но посещают колонии, так сказать, типа мы вернёмся. Вопрос по поводу земли, ну, о том, что колонию мы не нашли потом на новой земле, на вранге, где еды, мы снова вернёмся к этому вопросу. Это случайно не тот приют, когда там было гораздо холоднее, например, первооткрыватели Костра Урангеля замёрзли в проливе до Лонды на несколько лет в судне, это не типа ребёнка, когда было всё похолоднее, и ареал белой чайки был гораздо шире. В принципе, мог быть, но просто ссылка на тот источник, даже если они там были, они её не видели, где нельзя ссылаться. проблему в тюрьме да, я прекрасно понимаю, но это могло быть частная беседа, к примеру. Но человек ссылается на книжку. Он не мог беседовать с открывателями врангеля Геральда прошлого столетия. Это современный автор, да? Да, это современный автор. Нет, ну там же, что я говорю, что на самом деле там ещё такая ситуация, ну как бы врангеля он в принципе не очень подходящий, но я некоторые вещи уже не могу объяснить научным языком, потому что такое ощущение, что я их немножко чувствую на каком-то уровне уже. Там достаточно сборной системы врангеля, там большие холмы. Нет, это не её холмы, это горы не её и там этих самых и лиммингов полно, песцов полно, это не её биотоп совсем. Геральда... Вы показываете, что ещё перелётная часть, когда она летит, поддыхает китя, там мимо пролегает как раз... Она мигрирует мимо врангеля, это да. В принципе... Нет, на самом деле, опять же, моё понимание вида говорит, что в принципе не нулевая вероятность как прежнего гнездования это острова Де Лонго и Геральда, но не врангеля и не крупные новосибирские острова. Вот Де Лонго, да, но там, там опять же, вот у неё всё-таки пиатлантические океаны, когда мы смотрим на Реал, вот у неё все колонии, они вот тяготеют вот к этому району кромки и свалоглубин. Вот прямо вот он вписывается туда. Там же шельф совершенно другой. Восточно-Сибирское море, море Лаптевых, вот этот пресный сток, длинный, очень протяжённый, очень протяжённый шельф, и там продуктивные зоны совсем другие. Вот ещё такой фактор может быть. Но нет, сто процентов, опять же, за предыдущую эпоху холодную для остров Де Лонго, я не скажу, что там никогда, ни за что не могло быть. Но Де Лонго могло быть. Спасибо. Спасибо. Наверное, не сможет понимать, но я скажу, где была эта чайка, когда весь шеф сибирский море, кто скажет на 50-й, кто скажет на 200-й, метровой забавки, был накрыт пресным льдом до дна. Куда она двигалась? И есть ли какие-нибудь палеонтологические находки скандинавии, которые бы расширение этого вариала, когда армия обледенела, они подали в сторону. Так думаем о медведе. А про это ничего. Палеонтологии я не нашла пока ничего. Пока не нашла, да. Но на самом деле, когда якобы этот самый гигантский щит лежал скандинавский до дна на 200 метров и так далее, на северной земле был рефугий. Сухой. Так? Сухой. Что сухой? Там море было тоже. Вот так в лесе всяких я думаю, что это класс. Они спорят о том, на какую глубину не скрывающийся летом океан пронес. Со дна там 40-50 метров драги до сих пор в сибирских морях берет лед. Я задержу, когда-то это явление пограждалось. Это в сибирских морях, я имею в виду к востоку от северной земли, там же свал глубины, там был весь лугион. не для чайки. Не знаю. Может быть, для лебеда, но не для чайки. Море не скрывало. Это чайки должна была куда-то пограться. Но мы не знаем. По палеонтологии я не видела работ, нет, к сожалению. Еще не порылись там, не надо. Может быть, у онлайн-аудитории? Ну, в чате пока никто не задает вопрос. Думаю, вроде бы кто-то как будто ожидался, видимо, все-таки нет. Тогда, я думаю, можем заканчивать. Тогда, позвольте еще раз вас поблагодарить за очень интересную всестороннюю лекцию. Такое подробное изучение вида, конечно, удивительно. Я думаю, для видов, которые находятся в таком плачевном положении, всем нужно стремиться так подробно изучать. благодарю вас за лекцию. Аудиторию я благодарю за то, что вы пришли, за то, что послушали. Подчеркнули? Особенно радостно видеть всех вживую, а не онлайн. я надеюсь, что... Наверное, ну, как-то лучше. Да, спасибо вам, кстати, что смогли все-таки прийти, рассказать нам все вживую. Я надеюсь, что дальше мы продолжим проводить биосеминары вживую. Будем рады видеть вас снова. Я думаю, наш сайт и группа ВКонтакте уже всем знакомы, там, где вы нашли информацию об этой лекции. Так что заходите, подписывайтесь на новости, и если у вас есть какие-то идеи о лекторах, которых вы бы хотели здесь видеть, послушать, то отправляйте их на почту, она тоже есть на сайте, почта биосеминаров, или пишите в группу ВКонтакте, с радостью выслушаем, и постараемся организовать. Спасибо, и спасибо вам. Спасибо всем большое. Да, и, 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 выключается. Спасибо большое. 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 Продолжение следует...